приветствуем всех на нашем вебинаре традиционно мы хотим узнать работает ли у вас звук если вы слышите нас то пожалуйста на вкладочке questions поставьте плюсики чтобы мы знали что звук работает вот плюсики уже пошли звук вроде бы работает картиночка если тоже посмотрите работать не работает тоже плюсики поставьте если у вас вдруг нет звука то попробуйте перед подключиться к вебинару чтобы уменьшить видео вы можете вот так его соскраллировать можете смотреть презентацию можете смотреть на нас с нами сегодня присутствует запись кстати будет вебинара вебинаре сегодня присутствует алексей кирсанов это руководитель лаборатории информационных технологий кто отвечает за разработку основных сложнейших задач внутри битрикса и будет присутствовать юрий волошин я развиваю продукт то есть делаю какие-то вещи связанные с продуктом какой будет план сегодняшнего вебинара мы расскажем вам о том что битрикс переходит на новую и коммерс платформу эта платформа 2.0 мы расскажем что изменилось в платформе немножко расскажем по заказам почему они изменились как они изменились и как мы мыслили в этом направлении покажем вам шесть кейсов работы с заказами то основные кейсы которые клиенты хотят видеть но в начале перед этим мы бы хотели немножко рассказать о том вообще как работает как сделать переход на новую платформу как вообще с платформой взаимодействовать и так далее так что вообще изменилось внутри в платформы во первых прежде чем перейти на платформу вам нужно сделать будет конвертацию то есть у вас сейчас стоит старая платформа старая схема заказов все работает мы сделали конвертер после установки обновлений будет запущен либо автоматически либо у вас появится полосочка наверху либо в пункте меню появится конвертер вы запускаете конвертер этот конвертер пробежит он достаточно быстрый на время конвертации магазина магазин будет остановлен то есть у вас будет вывешена заставка что магазин временно не работает поэтому лучше производить конвертацию ночью мы проверяли насколько я помню на 100 тысячах заказов да я проверял конвертер на пол полутора миллиона заказов в принципе он срабатывает достаточно быстро ну как полтора миллиона заказов соответственно миллионов 10 в корзине у корзина свойства 15 миллионов но несколько минут давно работал несколько минут он работал то есть все таки старайтесь это все таки зависит от железа лежа проверял правда не на самом мощном железе но машина достаточно шустренькая поэтому старайтесь запускать конвертацию в те в то время когда магазин наименее загружен то есть желательно это делать на на ночью или когда у вас клиенты в основном бывают можно посмотреть по любому счетчику яндексовом или гугловому по google analytics или яндексу когда у вас наименьший спад вернее наибольший спад по клиентам и в это время провести конвертацию после конвертации само основное изменение которое вы сразу увидите это работа с заказами вот как раз у меня на экране показан слайд что как бы поменяется появятся как бы три документа если раньше у нас было все в рамках одного заказа это был один документ в нем производилась отгрузка и в нем производилась оплата то теперь мы разделили этот документ на три документа для чего это было сделано очень много было просьб чтобы можно было частично оплатить заказ чтобы можно было оплатить заказ несколькими способами чтобы можно было отгружать какой-то товар который есть наличие оставшийся товар отгрузить позже мы сделали три документа у них у этих документов появились свои статусы этих документов появились свои какие-то галочки которые за что-то отвечают на экране как раз показано что у частичной оплаты появилась возможность указывать флаг оплаченности и чуть позже вот то что сереньким выделено появится оплата Это будет очень удобно каким-нибудь оптовым магазинам или магазинам, который работает по принципу сначала менеджер должен проверить заказ, утвердить его на оплату и у клиента будет уходить, например, уведомление о том, что оплату можно совершить, он будет переходить в свой личный кабинет и делать оплату. У частичной отгрузки уже есть статус частичной отгрузки, статусы могут быть различные, эти статусы будут коррелировать со статусами, например, служб доставок и вы можете сделать очень подробную схему статусов, у нас автоматизированные есть службы доставки, которые умеют передавать эти статусы. И, например, если это ПЭК или Почта России, вот сейчас в новом аппе или какая-то компания, которая поддерживает статусную схему, можно вплоть до того, что курьер выехал, курьер груз забрал, курьер груз упаковал и так далее, и так далее, и так далее. То есть можно достаточно подробно отправлять либо это почтой, письмами, уведомлений для клиентов, либо электронной почтой, либо просто в статусы менять внутри заказа, а клиент это будет видеть у себя в личном кабинете. Есть галочка «Доставка разрешена», когда менеджер может разрешить доставку, ну и завершение отгрузки, что заказ отгружен. Стандартный статус общий на весь заказ остался неизменный, осталось неизменным, что можете вы делать любое количество этих статусов. Мы исправились же, да, проблемой, что у нас было раньше ограничение, что сколько символов в латинском алфавите, больших, маленьких, столько статусов. Сейчас статусов можно сделать гораздо больше. Отлично. Немножко давайте расскажем про настройку каталога. Что у нас есть в каталоге и что было, и как с этим всем работать. Система традиционно поддерживает несколько видов учета. Можно вообще не учитывать никак товар, то есть можно отключить все галочки. Вот на экране как раз показана настройка модуля галочек. Можно снять все галочки и тогда неважно, есть у вас наличие товара, нет у вас наличия товара, вы продаете. Это очень удобно тем компаниям, которые занимаются, например, производством какой-то продукции. Вы выпускаете, например, выпекаете торты или еще что-то делаете. У вас нет такого понятия, что товар закончился. Сколько клиент заказал, столько вы сможете испечь. Соответственно, вам не нужно не вести никакого учета, потому что у вас нет как таковых остатков, вы делаете под какой-то там заказ. Соответственно, все галочки можно выключить. Если вы ведете учет и у вас, например, используется 1С, то обычно включается количественный учет, из 1С попадают остатки по каким-то конкретным товарам, а наша система списывает эти товары. Списание можно производить как просто списывая этот товар, так и указав, в какой момент списывается товар. У нас это гибкая достаточно настройка. Вы можете поставить, что при оформлении заказа происходит списание. Это нужно тогда, когда товары уникальные. Если вы продаете, например, какие-то произведения искусства, они у вас в единичных экземплярах. Соответственно, при оформлении заказа вы должны, например, поставить этот товар сразу же на списание. Если человек откажется, вы снимаете товар, ну, как бы снимаете заказ, отменяете этот заказ, товар возвращается на склад. Но самое главное, у вас не получится такой ситуации, когда этот товар два раза заказали. Можно сделать, чтобы списание происходило по оплате. То есть, произошла оплата, автоматически товар уходит с вашего склада. И можно производить списание по отгрузке. Менеджер разрешил отгрузку, все, товар ушел со склада. Соответственно, у вас будет сделано списание. И последняя схема, которую мы поддерживаем, эта схема поддерживается для небольших магазинов, это складской учет. При таком учете вы, как в 1С, будете внутри нашей системы ввести основные документы. Это приход, расход, списание, перемещение и так далее. Можно использовать какие-то склады, а-ля склад витрины, а-ля склад основной, на котором есть какой-то товар, с которого можно производить отгрузки. Отгрузки будут производиться как в 1С, товар будет списываться и так далее. То есть, вы будете какой-то количественный учет ввести уже более детально. Можно делать сверочки по складу. Можно включать резервирование, когда товар резервируется на какой-то срок небольшой, например, на 3 дня клиенту, а после этого автоматически списывается. У нас как раз 3 дня стоит по умолчанию. Вот у меня на экране видно, что стоит настройка 3 дня. Товар может резервироваться при создании заказа, также при полной оплате или по разрешении отгрузки. То есть, система резервирования работает по такому же принципу, как списание товара. Просто товар не списывается физически сразу со склада. Он попадает на резерв. Это сделано для того, чтобы не нужно было отменять заказы, например, или вы ведете какой-то конкретный учет, хотя система резервирования работает без всякого учета. То есть, чтобы не бегать по заказам, не отменять, что картину заказали, а ее не оплатили. Все, вы ставите, например, 3 дня. 3 дня человек не оплатил, картина снялась с резерва и попала на продажу дальше. Настройка магазина. Автоматизация. Все вот эти вещи, все эти статусы интересны тогда, когда они могут работать как-то автоматически. Очень хорошо, когда, например, поступил заказ, клиент сделал оплату, автоматически проставился статус, естественно, оплаты. Этот статус автоматически проставляет платежная система. А вот после оплаты хорошо было, например, автоматически проставить отгрузку, чтобы клиент видел, например, что статус изменился, заказ начал собираться. Или было бы хорошо, чтобы отгрузка произошла сразу же, потому что, например, вы торгуете каким-нибудь электронным товаром. Этот товар отгружается моментально, и чтобы произошла вот эта вот моментальная отгрузка, вы как бы можете указать, чтобы вот сделана была отгрузка. У нас в системе было сделано так, что мы работали уже с какой-то автоматизацией. Вот у меня на экране как раз показаны настройки, они настраивались в модуле интернет-магазина, у нас был целый разделчик. Он на данный момент переехал в автоматические процессы, то есть он переехал в отдельную вкладку, потому что он будет у нас расширяться. Я сейчас немножко расскажу про расширение. Раньше он находился в основном разделе интернет-магазина. То есть у вас он находится сейчас там, после установки обновлений он переедет во вкладочку, которая показана у меня на экране. Стандартные статусы объяснять не буду, вы их скорее всего видели. Я скажу, что мы добавим статусы автоматизации по частичной работе, то есть так как у нас появилась возможность частично отгружать, соответственно мы будем делать частичную отгрузку, частичную оплату, это будет все попадать в автоматику. Мы поменяем автоматику, связанную с разрешениями, так как у нас появилась возможность теперь разрешать частичную отгрузку, мы какую-то автоматику сделаем с ней. Ну то есть будем как бы этот раздел потихонечку расширять, соответственно из-за этого мы его и вывели на отдельную вкладочку. Давайте немножко вам покажем на примерах. Сначала не вживую, то есть мы вам немножко расскажем вообще как все происходит и какие статусы меняются в зависимости от каких-то изменений. Это даст вам понимание, что будет происходить внутри вашего магазина. А после примеров таких вот текстовых мы вам вживую покажем, как происходят основные кейсы. Предположим, у нас есть заказ на 600 рублей. В корзине два товара. Товар А, товар Б. Товара А у нас три штуки, товара Б два штуки. Я на первой странице немножко подробно буду рассказывать, на остальных буду показывать только какие-то изменения, которые происходят, чтобы не углубляться. Соответственно у вас создается оплата на 600 рублей, так как заказ на 600 рублей, и создается автоматическая отгрузка товара на три штуки и товара Б на две штуки. Стоимость, например, какой-то дополнительной доставки у нас составила 200 рублей. То есть это вот стандартный заказ, который у вас появится на экране после того, как его, например, оформил клиент внутри магазина. То есть создался автоматический заказ. К этому заказу автоматически создался документ отгрузки со всеми товарами, которые есть внутри. Система не проверяет наличие этого товара, то есть она просто их добавляет, что они появляются в этом документе. Это сделано для того, чтобы у вас автоматически не нужно было вручную создавать эти заказы, эти отгрузки. Также автоматически создается оплата. Естественно, она создается для полной оплаты и полной отгрузки. Это сделано для того, чтобы оставить цикл жизненной заказа, такой же, как у вас сейчас. То есть, если вы сейчас ничего вручную не делаете, то здесь вручную вы особо ничего делать не будете. Если же у вас клиент просит, или у вас, например, по остаткам товара нет в полном объеме, вы можете разделить его на две отгрузки. И, соответственно, у клиента можно сделать разделение по оплате. Клиент вам говорит, да, я согласен, что я подожду товара одну штуку, которая придет у вас, например, через неделю, и вы его отделяете в отдельную отгрузку, вот как показано у меня на экране. И клиент говорит вам, что, ребята, извините, но оплачу я вам тоже пополам, я вам первые деньги отдам, когда я получу первую часть заказа, 400 рублей, а 200 рублей я вам отдам тогда, когда я получу отгрузку 2. То есть, вот будет происходить такая ситуация, вы создаете просто несколько заказов на отгрузку, вернее, не заказов, а несколько документов на отгрузку и несколько документов на оплату. Вы можете их руками проставлять, вы можете проставлять в документе нужную сумму, она будет автоматически дальше рассчитываться. Мы потом на примерах ножевых вам покажем. Что произойдет, если у вас включено резервирование товара и резервируется оно при частичной оплате заказа? Красненьким мы выделили вам специально, вернее, выделил Алексей, это Алексей готовил эти слайды. Мы выделили вам, что красненьким показано в тот момент, когда происходит резервирование. То есть, у документа оплаты, да, будет оплата, стоит статус, что оплачено. У отгрузки 1 стоять, что оно зарезервировано, у отгрузки 2 стоять, что оно зарезервировано. Предположим, А не оплачивал клиент, соответственно, стоит статус нет. И главное, что в каталоге у вас уйдет товар в резерв, то есть, у вас будет не 10 штук товара А, а будет 7 доступных для покупки другим покупателям, а 3, они останутся в каталоге, но они будут помечены как резерв для данного заказа. То есть, они пока будут недоступны для заказа другими покупателями. Все верно. Предположим, что клиент оплачивает счета на 400 рублей и включается разрешение отгрузки при оплате установка статуса по разрешению. То есть, я сделал оплату на 400 рублей. И теперь заказ оплачен полностью, потому что 200 было оплачено раньше, теперь 400 оплачено. Все оплачены 600 и включается дополнительная автоматика. Все, включилась автоматика и она мне разрешила отгрузку. То есть, вот изменились статусы отгрузки. Да, да. Отлично. Что будет происходить, если я сделал частичную оплату? То есть, если я отгружаю конкретный документ отгрузки, например, документ отгрузки 1, то, соответственно, я ставлю статус, что оно отгружено. Документ 2 не меняется, списывается товар А именно 2 штуки, товар А 2 штуки и у меня остается долг перед клиентом в виде одного товара. Клиент может это видеть, он видит, что я ему частично что-то отдал, частично что-то не отдал. И я вижу на специальной вкладочке, где можно посмотреть движение по заказу, какие долги я еще остался должен клиенту или клиент остался должен мне. Это мы тоже вам визуально показываем. И как вы видите, в каталоге, в резерве остался товар А одной штуки, а остальное все было уже списано, потому что оно уехало клиенту. Все верно. Отгружаем вторую часть заказа, статус, естественно, меняем на отгруженного второго заказа, вот это статус «Да». И, соответственно, ставится статус заказа «Завершен». Все, заказ мы полностью выполнили, клиент полностью с нами рассчитался, мы полностью сделали все отгрузки, резерв у нас стал, естественно, ноль. Ну и, естественно, мы не должны никому никакие товары, никакие деньги никто никому не должен. Отлично, заказ завершен. Давайте посмотрим это визуально на живом примере. Вот у нас есть стандартный магазин. У этого магазина уже стоят обновления новой версии. У этого магазина... Кстати, давайте, может быть, посмотрим, может, есть у нас какие-то вопросы. Кстати, не стесняйтесь задавать вопросы. И вот вопросы у нас уже действительно есть. Нужна ли доработка со стороны 1С для отправки статуса заказа из 1С на сайт при синхронизации? С 1С такая ситуация. Если вы используете версию 10.3, она, к сожалению, не умеет обмениваться статусами, вы не умеете, ну, не сможете настроить никакие статусы внутри. Там будут только стандартные статусы в каком-то автоматическом режиме обмениваться. Если вы используете 11 версию и выше, скажем так, 11.2, 11.3 и так далее, то вы сможете настроить статусы, которые будут синхронизироваться с магазином. Есть статусы на стороне 1С какие-то свои, есть статусы у нас. И вы можете сделать как бы такой маппинг этих статусов при условии какого-то статуса в магазине будет меняться какой-то конкретный статус внутри 1С. Настройка эта делается внутри 1С, не в стандартной версии модуля. Это делается только с использованием нашего модуля, который можно загрузить бесплатно с нашего сайта 1s.1sbitrix.ru. Вы можете зайти на этот сайт, там есть раздел загрузка 1С, там для каждого модуля показаны конкретные блоки, которые можно загрузить для конкретной вашей версии. Вы можете их выбрать и загрузить. Так, отгрузка 1 равна 300 рублей. Не обязательно. Отгрузка вообще может быть на любую сумму. Вы можете давать клиенту в долг, можете клиенту давать, наоборот, не додать какой-то товар, он может вам больше заплатить. То есть оплата с отгрузкой никак не коррелирует, если я понимаю правильно вопрос. То есть вы можете как бы задавать эти вещи как хотите. Можно ли автоматизировать процесс контроля доставки? К примеру, заказ оплачен, отгружен, но клиент его не забрал по какой-то причине, и он обратно вернулся в магазин. Можно отменить отгрузку, соответственно, этот товар из отгрузки опять попадет в каталог, в резерв, соответственно. В дальнейшем, если вы отменяете этот резерв, он попадает в продажу людям. На самом деле, ты знаешь, скорее можно понять вот эту схему, и можно ее расширить. Это можно автоматику нашу расширить. Мы же теперь можем забирать статусы с конкретных систем, мы можем сделать внутри вот этой автоматизации нашей, сделать наш статус равен статусу какому-то службы доставки, и происходит система, например, отмена заказа, как ты говоришь. То есть можем такой маппинг сделать. Да, это можно сделать, такую автоматизацию, но тут тогда нужно все-таки учитывать, что если система, допустим, почта России вернула статус, что заказ не забран, к вам он еще в ваш склад не поступил, потому что он еще с почты конкретного клиента должен до вас обратно доехать. Поэтому имеет смысл такая автоматизация или нет? Ну, в принципе, сделать возможно, конечно. Она имеет статус у серьезных игроков. Например, PEC, он дает информацию не просто, что клиент отказался и ушел заказ назад, а вы будете получать информацию, есть статус, когда он пришел, вернулся назад. И, соответственно, вот поставив этот статус, можно запустить систему автоматизации. Мы забрали с PEC статус, что товар вернулся, он лежит на складе, вы можете его забирать, у них тем более хранение не такое большое, дальше оплата идет за хранение. Соответственно, статус сменился, и мы отправили, например, какое-то уведомление администратору. Ну, можно будет подумать об этом направлении. Сделать можно, потому что сейчас в новой версии мы забираем статус служб доставок и, соответственно, ставим статусы наши. Соответственно, можем и обратный процесс сделать, да, то есть, когда поступил какой-то статус, соответственно, переводите заказ в определенный статус. Владимир спрашивает, что делать, если конвертер не появился, хотя изменения переведены до 16-й версии? Здесь 16-я версия, у вас, скорее всего, стоит мейна или еще что-то. То есть, у нас продукт обновляется нецелостно. То есть, тут имеется в виду, что нужно обновить сейл. Сейл находится в данный момент в бете. Соответственно, если у вас не стоит установка устанавливать бета-версии, а их не все ставят, потому что ждут стабильные как бы версии. Бета-версии это такие промежуточные перед стабильными. Соответственно, у вас то, что не появился мастер, значит, у вас просто не стоят те обновления, которые запускает этот мастер. Если вы поставите установку бета-версии или когда дождетесь релиза, выйдет релиз и запустите это обновление, то мастер обязательно появится. Сам, если честно, вчера нарвался. Леша говорит, что-то у меня мастер не появился. Он говорит, ну ты молодец, ты бету-то бы включил. А ты черт точно забыл. Да, возвращаясь к конвертеру, хочу напомнить вам, что желательно все-таки сделать, крайне желательно сделать резервную копию перед конвертированием, потому что заказы – это такая вещь, которая очень важна. Это не сообщение в форуме, поэтому резервную копию всегда нужно иметь. И внимательно читайте экраны мастера конвертации, потому что если он видит какие-то потенциальные проблемы, он вам будет сообщать о них. И поэтому внимательно читайте для того, чтобы потом в техподдержку обратиться и грамотно им объяснить, что произошло, чтобы как можно быстрее они вам помогли. И если у вас есть вопросы, если у вас, допустим, какая-то очень кастомизированная магазин, очень много каких-то завязок на недокументированные особенности, не стесняйтесь перед конвертацией спросить меня, спросить техподдержку, какие могут быть подводные камни в вашем конкретном случае. Если вы опишите случай, мы всегда вам посоветуем и объясним, где могут быть подводные камни, если вдруг они будут. Ну а стандартные магазины обновляются очень хорошо, много раз проверено. Но пока в бете, потому что мы проводим дополнительное тестирование для того, чтобы как можно меньше проблем у вас было при обновлении. Задают вопрос, будет ли автоматизация процессов со своими статусами заказов. На самом деле нам без разницы, какой статус, и скорее всего мы будем это правильно поддерживать, если данный статус подразумевает такую систему. Но мы все-таки вешаемся сколько не совсем на статусы. Автоматика почти везде завязана не на статусы. Она скорее завязана на галочки, которые взводят какие-то механизмы. А вот где будут требоваться статусы, то да, будет просто обыкновенная выпадашка, которая будет показывать все статусы, которые там внутри этой выпадашки есть. И соответственно, если вы добавили в эту выпадашку свои статусы, а статусы у нас можно везде свои добавлять, как в отгрузках, в оплатах появится, если такой статус какой-то дополнительно, пока у нас там в статусах нету, в оплатах или статусах нету, просто статус общей заказа. Там можно дополнять любые ваши промежуточные статусы, и в автоматике, если они будут использоваться, они будут показаны. Но если вы уточните слово процесса, что именно вы подразумеваете, мы ответим точнее. Как определить, что мы перешли на платформу D7 по каким признакам? Понятие перехода на платформу D7 не подразумевает новую платформу e-commerce. D7 мы выпустили уже достаточно давно, и ядро внутри системы D7 у вас уже скорее всего стоит, оно потому что в стабильной версии выходит. Мы его постоянно улучшаем, развиваем, дополняем и довыпускаем, но оно у вас уже стоит. Другой вопрос, что написано ли на этом ядре, с использованием этого ядра, написаны ли новые компоненты. Это вот сейл, насколько я понимаю, написан полностью на D7 новый. Да, сейчас вот то, что новый сейл выходит, новый магазин, он полностью написан на ядре D7, и в том числе и компоненты, которые выходят новые, о которых, возможно, сегодня Юра расскажет чуть-чуть, они тоже написаны на D7 с использованием объектной ориентированности, с возможностью в дальнейшем отнаследоваться и добавить какие-то возможности, не переписывая наши компоненты. Естественно, это все учитывается. Оператор доставки обычно дает подтверждение времени вручения заказа. Можно ли это подтверждение автоматически интегрировать в магазин? Если оператор отдает в свое API данные такие, и мы с этим оператором работаем, то этот любой статус оператора может в систему нашу входить. На данный момент мы будем делать ПЭК, поддерживаем уже, мы поддерживаем, Василий, насколько знаю, сделал... Спейсер, по-моему, сделал. Да, Спейсер-экспресс он сделал, и еще какую-то службу доставки уже перевели на новую систему. Вот они поддерживают все статусы, которые отдают эти системы. Все будет зависеть полностью от самого оператора, с которым вы работаете. Если он умеет такую информацию отдавать, то эту информацию можно будет к нам отправить. У нас будет прямо гибкая система, вы можете назначать конкретный статус наш на конкретный статус конкретного оператора доставки. А скидки на заказах работают в новой системе? После конвертации в карточке заказа эта информация потерялась? Скидки точно работают. Единственное, что была у нас ситуация, когда на старых заказах, те, которые были сделаны до конвертации, скидки реально они есть в цене, только они не показывались, потому что там не хватало информации. Я, честно говоря, не помню, исправлена ли была эта ситуация. То есть она работала правильно, просто они не показывались именно на старых заказах. Я уточню этот момент, исправлена ли эта ситуация, и проверю. Так, Алексей спрашивает про 1С. Будет ли возможность разделения заказа на стороне 1С? Ну, здесь более подробно написано. Сразу скажу, что готовится новый модуль. Этот модуль полностью выходит одновременно с сейлом. Вернее, модуль уже для некоторых систем даже опубликован. Этот модуль полностью поддерживает систему разделения. В нем еще могут какие-то нюансы происходить, так как он находится в бета-версии. Но у вас уже есть возможность полностью использовать разделение заказов со стороны 1С. Ну, вот то, о чем, если я правильно понял вопрос. Да, у нас висела такая проблема в тикетах. Она уже исправлена. Единственное, что она выйдет не вот в текущем обновлении, которое сейчас мы готовим к выходу. Она выйдет в следующем обновлении, потому что это уже практически протестировано, и мы уже не можем подкладывать. Но разработчик уже исправил эту ситуацию, и поэтому это выходит уже в ближайшее время. Так, ребят, ну, тут, если честно, вопросов очень много. Давайте немножко все-таки расскажем, вернее, покажем по каким-то кейсам, а потом уже будем, вернемся как бы к вопросам и продолжим, потому что вопросы бесконечны. Приезжайте на партнерку, там можно лично пообщаться. На партнерке, если вы партнер, можно приезжать лично и пообщаться. Давайте попробуем разобрать кейсы. Начнем с первого кейса, с самого простого. Давайте на весь экран сделаю, чтобы видно было хорошо. Начнем с самого простого кейса. Онлайн заказ поступил в магазин. Произошла смена статусов и отгрузки, настройка автоматики. Давайте посмотрим вообще, как делается простой заказ. Поступление заказа в магазин. Вот стандартный магазин, прошедший конвертацию. То есть я перешел в этом магазине на новую версию, поставил обновление бета. Вот так изменился сам документ. Давайте я немножко расскажу вам про документ. Изменился принцип документов. У нас документы теперь немножко по-разному открываются, в зависимости от того, для чего этот документ в данный момент используется. Вот сейчас я запустил создание нового заказа. Соответственно, в начале, когда разговариваешь по телефону или вообще начинаешь какой-то заказ набирать, сначала, естественно, набирается в основном товар. И мы товар выставили на первое место. Но это не значит, что в вашем случае можно так же делать. У нас теперь вот эти вот блоки. Есть возможность менять местами. Если в вашем случае вы сначала разговариваете с покупателем, то вы можете поставить покупателя на первое место. Если вы в вашем случае сначала разговариваете по финансовым вопросам, вы можете поставить финансовые вопросы. То же самое с отгрузками и с оплатами. То есть вы выставляете, как вам нужно, и документ будет видеть у вас так, как нужно именно вам. Все, я ставлю, что для меня важнее сначала информация по клиенту, я выбираю конкретного клиента, потом я вижу, что пока никакой финансовой информации у него нет, никаких долгов к оплате, никаких остатков, и дальше я набираю, например, какой-то заказ, уже выбираю конкретные товары. Давайте пару товаров добавим в заказ, давайте разное, чтобы было интереснее. Все, товары попали в заказ, я могу проставить количество этих товаров, которые я, например, хочу отгрузить. И теперь появилась возможность в магазине менять, ну, как бы сразу размер товара внутри этого заказа. Мы показываем в диалоге выбора товара конкретный товар, но не обязательно теперь прям искать сразу же какой-то размер и какой-то цвет, вы можете теперь это выбрать внутри прям магазина. Давайте я добавлю товар с разными цветами, чтобы показать, что и цвета можно выбирать. Все, вот я добавил товар с цветами, то есть я могу выбрать в магазине теперь цвет, если клиент, например, сказал фиолетовый, а потом делает звонок вам внутри магазина и говорит, ребята, мне фиолетовый не надо, давайте все-таки синий, мне синий больше нравится, вы можете изменить, здесь меняются картинки, вы можете сменить размер, если клиент сомневается и говорит, нет, я не хочу L, я хочу M размер, вы можете это изменить. Есть возможность удалять или изменять эти товары, вы можете изменять количество колонок или показывать какие-то конкретные колонки, то есть можно настраивать, какие колонки отображать. Соответственно, если у вас оптовый магазин, вы можете, например, скрыть картинку, так как вам не нужно, чтобы вот так вот широко достаточно был показан товар, вы можете лишнюю информацию убрать. О этом товаре будет достаточно компактно, если вы занимаетесь в основном розничными продажами, то у вас обычно в корзине не больше одного-двух товаров, вам интересно видеть этот товар с картинками, вот как в данном случае. Ну давайте штаны тоже, пусть будет пять штук. Все, я запомнил карточку товара, мне выявилась цена, что клиент мне должен 21 тысячу рублей, сразу же автоматически проставилось к оплате 21 тысяча рублей. Теперь я должен выбрать метод отгрузки, предположим, ну пусть будет это доставка курьером, у меня она стоит как 500 рублей, и я выбираю какой-то способ оплаты. Все, Яндексом тоже поступила к оплате полная сумма. Заказ сформирован, я его сохраняю, заказ сохранен, мы его видим в системе, давайте его посмотрим стандартным способом. Что изменилось в просмотре? То есть заказ сформирован, его можно делать, естественно, ручную, как сделал сейчас я, его можно делать в автоматическом режиме, то есть клиент его делает, оформляет на своей стороне, оно у него появляется, как бы он, заказ этот появляется у вас. И вы видите вот такой вот заказ на экране. Какие изменения мы сделали для удобства вашей работы? Во-первых, у нас появилось какое-то такое некое меню, оно не совсем меню, это скорее якоря, который дает возможность переходить к конкретным блокам. Вот я перешел к оплате, могу перейти к информации, могу к составу заказа, перейти к параметрам и так далее. То есть это такая навигация, которая дает возможность быстро перемещаться по заказу. Эта навигация с помощью вот такой скрепочки может цепляться к экрану, то есть вот в данном случае она у меня не зацеплена, а перед переходом, если кто-то обратил внимание, я ее зацепил, чтобы быстро переходить обратно на какой-то экран. То есть уменьшается количество скролирований. Есть какая-то информация по конкретному заказчику, вернее, по конкретному заказу в сжатом виде. Мы показываем центральный статус, мы показываем, какими системами оплаты я выбрал, вот у меня Яндекс.Деньги и доставка. Показана сумма по оплате, которая прошла, данные по заказу, данные по клиенту. То же самое, я могу прицепить эту информацию и, разговаривая с клиентом, могу видеть, что происходит в этом заказе при изменениях и так далее, как бы вести какой-то диалог, сразу подглядывать, там, если я забыл имя клиента, посмотреть, как его зовут или телефон мне необходим. То есть вы можете выбирать, что показывать в виде привязки такой. Стандартный заказ, стандартное оформление произошло. Пусть он поступил, этот заказ через интернет-магазин, его оформил клиент. Предположим, у нас не автоматика, здесь выбраны наличные деньги, я могу изменить статус, могу стандартно поставить дату документа, номер документа и какое изменение статуса я хочу сделать. Предположим, ставим оплачен, формируется к отправке. Все, у меня система показала, что заказ оплатился, остаток по оплате никакого нет, отгрузка у меня не произошла. Вот у нас документ отгрузки прямо внутри, его можно сворачивать, если он вам мешает, разворачивать, чтобы посмотреть. Можно редактировать, удалить или свернуть этот документ. То есть при сворачивании мы показываем в кратком виде здесь основные статусы. Это удобно, если нужно просто, там вам не важно, что отгружается по этому заказу, вам нужно просто изменения какие-то провести по заказу. Все, ну и остался статус сменить на выполнение. Заказ полностью проведен, полностью выполнен и попал уже сюда с полными данными выполнения. Никаких проблем, никаких сбоев по заказу не произошло. Вот такая схема работы происходит при стандартном заказе. Если вам необходимо отредактировать заказ, стандартно также осталось, вы входите в изменения. То есть мы всегда ввели такую методологию, что вся работа с заказами это как с пультом управления. В нашем пульте управления мы работаем по статусам, мы можем посмотреть, какие отгрузки сделаны или какие оплаты сделаны. Кстати, проставляется время отгрузки и кто делал отгрузку. Мы как бы даем возможность здесь работать как с пультом управления. Вы управляете конкретными галочками, какими-то конкретными отгрузками, какими-то галочками по оплатам, статусам и так далее. Но вы не можете изменить никакие документы. Для изменения документов обычно входили в редактирование. У нас есть быстрый переход по кнопочкам. То есть я могу нажать «Изменить заказ» и сразу же попадаю в изменение заказа. Либо через стандартно, через меню я могу тоже изменить параметры заказа. В параметрах заказа дается возможность изменить любое поле. То есть поля становятся изменяемыми. Я могу изменить какие-то данные, связанные по заказу. Я не могу изменить отгрузку, потому что эти тем более отгрузки уже произошли. Но даже если они не были бы произведены, это отдельные документы. И мне нужно нажать «Редактирование». Я это еще покажу. Но я здесь могу поменять какие-то изменения, сделать, увеличить количество товаров, которые захотел клиент. Сделать их 10. Тоже 10. Все. И сохранив документ, я, соответственно, изменю данные по конкретному заказу. Все. Документ сохранен. Я изменил данные. Так. Если мы обратим внимание на информацию по оплате, то мы видим, что изменилась информация по оплате. Что я добавил по 5 товаров. И клиент, извините, если раньше оплатил 21 тысячу, то теперь он еще мне должен 17 535 за тот товар, который я добавил. И если я добавлю еще одну оплату, то есть у нас вот в просмотре заказа, давайте свернем предыдущую. Вот есть предыдущая оплата. Я могу добавить новую. Создается оплата. Сюда автоматически попадает та сумма, которую должен клиент. Я могу выбрать другой способ оплаты. Например, банковской картой клиент просит. И сохранить этот документ. Соответственно, теперь я могу сказать по телефону клиенту, что вы можете войти в личный кабинет. Вы можете увидеть эту новую оплату и сделать ее оплату. То есть клиент может оплатить. Вы ему помогли, добавили товар и сразу же создали для него специальный способ оплаты. Таким же методом можно создавать дополнительные отгрузки, дополнительные оплаты. Соответственно, кроме оплаты мне нужно и сделать дополнительную отгрузку. Также есть в разделе отгрузок. Давайте сверну тоже документ предыдущий, который уже полностью отгружен. Я могу добавить какой-то конкретный еще один документ. Я его создаю, выбираю доставку, пусть это будет тоже курьерская доставка. И сохраняю этот документ. Все. У нас есть два документа. Этот документ, естественно, не отгружен пока. Чтобы видно было на одном экране, давайте я их сверну. То есть вот у нас есть документ предыдущий, который полностью отгружен. И есть новый документ, который я указал на отгрузку, но пока никаких отгрузок по нему не производилось. Вот так вот будет происходить схема работы с заказами. Вот так будет происходить наш стандартный первый кейс, когда клиент делает какую-то оплату или делает ее по телефону. Мы меняем статусы, меняем какие-то изменения, помогаем ему создавать новые заказы. То есть я фактически вам разобрал и показал два кейса. Показал, как носить правки. Давайте теперь разберем очень сложный кейс, вернее, как не сложный кейс, а достаточно частый кейс, когда у вас не весь товар в наличии и нужно разделить заказ на две отгрузки. Мы сейчас просто добавляли товар и создавали какую-то дополнительную отгрузку. А здесь обратная ситуация. У нас уже создан заказ и нам нужно его разделить на несколько отгрузок. Что произойдет? Давайте сначала создадим заказ в ручном режиме. Предполагаем, что он был создан в ручном режиме клиентом на сайте. Клиент, предположим, добавил 2-3 товара. Нам не важно каких. Вот так будет. По 5 штук, предположим, он заказал у вас этих товаров. Промазал. Я выбираю доставку курьером. Выбираю, пусть будет Яндекс.Деньги, нам это не важно. То есть клиент создал заказ, заказ создался. Либо вы его по телефону создали. Все, у нас есть заказ. Автоматически, как мы уже говорили, создался документ отгрузки. Автоматически создался документ оплаты. Но тут клиент делает звонок вам по телефону в ваш центр. Говорит, ребят, все хорошо, все шикарно. Но я вот не хочу 5 товаров. Я хочу, например, чтобы штаны полосатый рейс. У меня были вот цвет такой-то, не 5 штук Excel, а 7. Как вам сделать изменения? Как мы уже говорили, из просмотра можно быстро перейти в изменения заказа. Спуститься к конкретному товару. Ну и пусть он там 10 штук захотел. Изменить эту цифру и сохранить заказ. Зря сохранил, надо было сразу перейти к информации. Все, я сделал изменения заказа, но теперь у меня отгрузка не полная. Здесь наступает вторая беда, которая тоже часто в магазине. У нас есть не все товары. Нужно, во-первых, отгрузить уже 5-10. И вы, если заметили, мы автоматически, пока заказ не изменен, мы автоматически апдейтим отгрузку. То есть мы в отгрузку сразу же делаем изменения по товару. В первых бетах происходила такая ситуация. Если у вас часто в магазине происходили изменения по телефону, то есть клиент сделал заказ, потом перезвонил что-то, изменил, то вам приходилось вручную изменять документы отгрузки, изменять документы оплаты. Было два метода. Или войти в каждый документ и сделать в них изменения по количеству, помнить еще, какие изменения произошли. Второй был вариант удалить эти документы, то есть нажать кнопочку удаления и создать их заново. Это немножко неправильный и долгий процесс. Мы сделали так. Если заказ находится в начальном статусе, еще не было никаких движений по этому заказу, то любое изменение в рамках этого заказа автоматически апдейтит документы отгрузки и оплаты. То есть мне не нужно создавать дополнительный документ отгрузки, мне не нужно создавать дополнительный документ оплаты, я просто внес корректировку в документ в сам состав заказа. Я изменил его на 10 штук. Все, 10 штук клиент нужно отгрузить. автоматически изменилась сумма на 30 тысяч рублей через Яндекс.Деньги, автоматически изменилось количество в документе отгрузки, их стало 10 штук, а было по 5. У нас происходит вот такая схема. Но вы легко можете вернуть старую схему, вы можете для конкретной службы доставки или конкретной платежной системы отключить автоматику, и тогда именно для нее будет оставаться оригинальная сумма или оригинальное количество, и, соответственно, вы легко пойдете и создадите дополнительный какой-то счет или дополнительную отгрузку, если у вас такая автоматика вам не нужна. Вы можете легко отключить, отключив галочку. Все верно. Эти галочки есть в настройках службы доставки и оплаты. Но у нас кейс был в том, что нам нужно было сделать частичную отгрузку. Мы делаем звонок клиенту и говорим, кто у нас там, Сергей? Сергей. Сергей, извините, у нас вот штаны полосатый рейс, L-очка, к сожалению, вообще нету, а XL-очка у нас всего 5 штук. Можно ли нам разделить заказ? Мы можем отдать сегодня вам вот такой объем, а завтра там придет груз, мы отдадим остатки. Клиент, предположим, соглашается. Мы пока не меняем информацию по оплате. Клиент соглашается, но нужно изменить отгрузку. Что мы делаем? Вот у нас есть документ полной отгрузки, мы его удаляем. То есть нам нужно сделать разделение. Документ полностью удален, у нас нет никаких отгрузок, и мы создаем новую отгрузку. Данного товара у нас нет, то есть у нас его нет вообще. Мы его удаляем с документа отгрузки. При создании документа отгрузки автоматически в документ отгрузки попадают все товары, которые вы остались должны. Мы это сейчас увидим дальше на отгрузках. И нам нужно изменить количество товара второго, которое у нас есть только 5 штук, у нас больше нет никакого товара. Сохраняем данный документ. Все. У нас создана отгрузка на 5 штук товаров. У нас осталась неизменная сумма, потому что мы ее не меняли, мы клиента выставляем полную стоимость. И мы видим, что у нас есть какая-то информация по товару. Но неудобно постоянно бегать вниз-вверх, смотреть, какие товары отгружены, какие товары не отгружены. Это было бы достаточно неудобно. Для этого мы сделали специальную вкладку, которая называется «Анализ заказа». «Анализ заказа» показывает в сжатой форме, какие документы были по этому заказу. Вот у нас есть документ самого заказа с конкретным номером. Сейчас я немножко остановлюсь и скажу, почему у нас там несколько номеров. У нас есть документ по деньгам со своим номером на сумму. И у нас есть документ отгрузки тоже со своим номером, временем, кто создал и так далее. Вы можете быстро переходить к этим документам. То есть я вот открыл его в отдельной вкладочке, чтобы не открывать его в этой. Вы можете переходить быстро, но к заказу бессмысленно, к документу с деньгами. То есть можете посмотреть, что происходило с документом. А самое главное, вы видите, что запланирована по заказу была отгрузка следующая в таких-то элементах. Отгружено у нас ноль, потому что мы пока ничего не отгрузили. И осталось отгрузить столько-то. Давайте проведем отгрузку, чтобы видеть хоть какие-то цифры. То есть я разрешаю отгрузку, я разрешаю доставку. Все, документ проведен. Мы сделали проведение этого документа. Мы идем в анализ заказа. Мы видим в анализе заказа, что у нас было запланировано 10 элементов, что в отгрузку попало 5 и осталось отгрузить 5. То есть я остался должен клиенту 2 товара по 5 штук. Давайте создадим, предположим, наступил следующий день, и у нас пришли штаны XL, но пока нет штанов L. Мы создаем еще одну отгрузку. Мы ставим, что у нас вот этого товара так до сих пор и нет. А этот товар пришел в полном объеме, и мы можем делать отгрузку. Оставляем также доставку курьером. Кстати, интересная особенность, которую было бы интересно сделать. Вот прям пока в работе было, прям сразу. Если документ по отгрузке полностью завершен, по-хорошему его нужно вот так делать. Сразу свернуть. То есть неинтересно смотреть на этот документ, он как бы неинтересен. Можно сделать. Если у вас будут находиться какие-то дополнительные удобства, которые вы все-таки работаете с документами больше, чем мы, то пишите обязательно мне, пишите на сайте идей. Мы обязательно читаем этот сайт и будем реализовывать ваши идеи, связанные с заказом. Тем более сейчас идет разработка этого функционала и все идеи, которые вы будете писать. С высокой долей вероятности, если эта идея действительно интересна, интересна клиентам, мы эту идею будем добавлять. Вот мне показалось, что неудобно, когда старая отгрузка развернута. Вроде бы актуально, чтобы показывать только какую-то новую отгрузку или которая не отгружена. Все, вот я создал еще одну отгрузку. Я ее разрешаю на доставку, я ее разрешаю на оплату. И мы можем посмотреть, что происходит с анализом заказа. Все, по анализу заказа я больше не должен штаны полосатой рейс XL, но я в полном объеме еще остался должен штаны полосатой рейс L. И я вижу здесь, что появились документы новые, что произошла полная отгрузка документа. Опять-таки могу к ним перейти. То есть эта штучка дает вам полный анализ по заказу. Вы можете легко видеть, что происходит с заказом, не сделая никакую сверку внутри этого заказа. То есть не бегая по документам, не проверяя, что происходит. Но все-таки действительно актуально сворачивать эту штуку. Пришел наконец-то оставшийся товар. Я его досоздаю. Видите, я создавая новый документ, получаю в документе только те товары, которые я остался отгрузить. Причем в том количестве, которое я остался отгрузить. Если я здесь поставлю, например, сейчас 4 и сохраню этот документ. При создании нового документа я, естественно, увижу только один товар, который тоже могу сохранить. Делаем отгрузочку. Это вот 4 штуки. Второй я товар не отгружаю. Хочу посмотреть еще раз анализ заказа. Я вижу, что по анализу заказа у меня остался один товар. Запланированного было 5-4, отгрузил. Могу войти в заказ и увидеть, что у меня не все документы отгружены. Вот я не доделал отгрузочку какого-то конкретного документа. Кроме того, что вы видите документы внутри самого заказа, вы можете персонально переходить к оплатам отдельно. То есть у нас появилась возможность показывать документы отдельно. То есть у нас есть теперь 3 раздела. У нас есть раздел заказов. У нас есть раздел оплаты. То есть я вижу здесь оплату. И у нас есть раздел отгрузок, в котором я вижу конкретную отгрузку. Если кому-то удобно, можно так путешествовать. Но, если честно, я уже привык через документы идти. И мне кажется, это удобно. Им вообще туда не заходить. Нечего мне там делать. Если не нужно войти в документ, мне вот так вот больше нравится. Я быстро нахожу документ. В любом из документов, я специально сюда зашел, в любом из документов мы показываем историю изменения конкретного документа. И в любом документе есть понятие по связям, по документам. То есть в любом документе я вижу, что происходит с заказом. Я вижу все документы, которые были по этому заказу. И вот таким вот желтеньким полем выделяется тот документ, в котором я нахожусь. То есть вот в данный момент я зашел в отгрузки по конкретному заказу. Я вижу все движения по заказу. И вижу, в каком документе я нахожусь. То есть вы можете путешествовать вот так вот по заказу, переходя из документа в документ, просматривая этот заказ, разговаривая с клиентом, предоставляя какую-то ему информацию там по телефону или еще как-то. Вы можете с клиентом полностью вот так взаимодействуя переходить из документа в документ. Давайте посмотрим, какие у нас еще кейсы остались. Клиент хочет оплатить заказ двумя разными способами. Давайте немножко, может, на вопросы поотвечаем? Давайте посмотрим, что спрашивает. Да, может быть, может что-то было еще там интересное по вопросам. Так как у нас, к сожалению, один компьютер, что-то мы не подумали немножко, то по вопросикам нам немножко почитать надо. Так, это мы ответили по 1С. Обновление, выход обновления... А, объявляли выход обновления к 25 декабря. Этот вопрос задает Юрий Нестеров. До сих пор нет стабильной версии. Когда ожидать полноценное обновление? Все верно, объявляли к 25. К сожалению, не смогли выпустить. Я на форуме уже писал, что это, наверное, за последние 10 лет самое масштабное изменение внутри платформы. Платформа полностью переехала, сам блок интернет-магазина полностью переехала на ядро D7. Очень удобно будет развивать платформу теперь. Очень удобно будет разработчикам работать с этой платформой. Клиентам мы добавили очень много интересных функций. Вот вы могли видеть. Я их как раз таки использовал. И, к сожалению, платформа очень сложная становится. Мы боимся отдавать в стабильной версии недоделанный функционал. Мы хотим его довести до идеального состояния. У нас есть клиенты, которые рискнули использовать. Это около 2000 клиентов, которым уже установили бета-версии. Мы с ними взаимодействуем. Я на своих проектах перешел полностью на бета-версию. Леша на мне постоянно как на кроликах экспериментирует. Мы смотрим, что происходит с платформой, как это все работает. И вот мы надеемся, что, наверное, до партнерки выпустим уже. Сейчас мы все силы бросили на тестирование и дорабатывание совместимости. Потому что, естественно, такой переезд, он не может обойтись без нюансов. И чтобы этих нюансов было как можно меньше, вот дополнительное время понадобилось, чтобы у вас проблем не было потом с переходом. Уточнение по статусам. Раньше, когда отменялся заказ пользователям, статус его не менялся. Как был статус принят, ожидается оплата, так и оставался. Это путало клиентов после отмены. На самом деле статус-то можно изменить во время отмены. Или вы хотите автоматическое изменение статуса? Наверное, здесь хочется дополнительная автоматика. При отмене заказа менять статус на какой-то. Мы можем добавить это в автоматику. Можно добавить это в автоматику. Да, я думаю, что мы это сделаем в одном из ближайших обновлений. Спасибо. К сожалению, у вас Вик К. Непонятно кто. Но спасибо вам за интересное дополнение. Так, Валерий Обухов. Пожалуйста, пишите что-нибудь по теме. Если у вас проблемы со звуком, мы вначале говорили, сделайте перед подключением. Не нужно писать на повышенных тонах, писать какие-то оскорбительные вещи. Мы вас просто выкинем из вебинара и все. Модуль по 1С и УНФ будет поддерживаться? Конечно, будет. Мы поддерживаем УНФ, мы поддерживаем все модули, те, которые у нас заявлены на сайте 1С.1sbitrix.ru, где можно скачать какие-то наши версии. Соответственно, мы будем поддерживать эти же модули и выпустим обновления. В данный момент мы закрыли, насколько я точно знаю, уже 3 или 4 модуля. И в ближайшее время, как только откатаем всю схему, мы очень быстро выпустим модули и остальные. То есть у нас отдельный разработчик, который занимается 1С, он достаточно быстро старается выпускать модули. Как только мы застабилизируем для основных систем, это 11 версия, это 10.3, то мы обязательно выпустим УНФ. Когда я последний раз с ним разговаривал, это было позавчера, он говорил, что УНФ вроде бы уже заканчивает, и на днях он его выложит. То есть, скорее всего, на днях вы увидите этот модуль. Так, уточняю, стоит бета-версия, нет конвертации. Владимир, ну тогда вам, наверное, нужно обратиться в техническую поддержку, потому что не видео очень сложно сказать. Дайте адрес сайта, мы посмотрим, что там произошло. Да, мы посмотрим, почему так произошло. На самом деле, если вы даже не заметили зелененькую полосочку, то есть после конвертации... Ой-ой-ой. После конвертации у вас вот здесь наверху могла появиться зеленая полосочка. Но если даже этой полосочки нет, то в разделе магазина здесь обязательно пункт есть. Самый первый пункт будет в меню конвертацию. То есть, вы можете конвертировать прям самым первым пунктом. И если у вас нет этого пункта, то, пожалуйста, обратитесь в техническую поддержку, ребята посмотрят. Можно ли получить запись вебинара? Конечно, запись вебинара будет обязательно выложена. Планируется ли подключение деловых линий и какой набор служб доставки вообще планируется? Мы стараемся поддерживать самые основные службы доставки. Для нас это ключевые игроки на рынке. Это ПЭК, это Почта России, это первый класс Почта России. Это у нас СПСР. Это у нас СДЭК. И все, наверное. То есть мы 5-6 служб доставки ключевых поддерживаем. Те игроки, которые закрывают полностью всю Россию. Но у нас очень много модулей есть внутри нашего маркетплейса. Некоторые модули сейчас могут быть партнерами, не доведены до ума. И они могут не поддерживать новую схему с разделением статусов, с контролем статусов. Но я думаю, партнеры, мы обязательно будем доклад читать с Алексеем на партнерской конференции. Мы будем говорить с ребятам, чтобы они обязательно свои модули обновили под новую систему. Насколько я знаю, самые первые ребята, кто начали работать в этом направлении, это, как же их звали там, которые там полностью весь комплекс поддерживают. То есть начинаются движения от партнеров, кто начинает уже работу, обрабатывают свои модули. И через некоторое время они выпустят, скорее всего, обновления. Можно ли кастомизировать карточку заказа? Раньше была такая возможность через подключение файла. Как сейчас она реализована? Наверное, чуть позже Алексей расскажет об этом, да? Ну да, постараюсь упоминать. Окей. Так, если требуется редактирование заказа на стороне 1С, предусмотрена такая ли возможность? Конечно, вы можете редактировать заказ на стороне 1С, они будут синхронизироваться с нами. Вообще, в связке 1С, когда происходит работа с 1С, большой разницы, где вы находитесь и где обрабатываете заказы, наверное, нет. Только понимайте так, что если заказ начал обрабатываться в 1С, то никакое влияние дальше со стороны буса не оказывается на 1С. То есть нужно все-таки, чтобы кто-то был папой. То есть мы выбираем так, что если заказ начинает обрабатываться в 1С, то папа 1С и все. На стороне буса больше изменений никакие не влияют на 1С. Поэтому если у вас менеджеры сидят и обрабатывают заказы внутри нашей платформы, то они должны полностью обрабатывать заказы в нашей платформе. А в 1С, например, должна обрабатываться только отгрузка. Иначе будет такой конфликт интересов и очень сложно будет синхронизироваться. Документы оплаты из 1С смогут приходить при обмене или оплата разносится только руками. Смогут приходить, это уже было даже на старой версии. Мы делали связку с кассами, мы делали связку с конкретными платежными инструментами внутри нашей системы. И можно было разносить оплату в автоматическом режиме. К сожалению, это доступно только для 11 версии и выше. 10 версия, насколько знаю, это не поддерживает. Все свежие версии 1С это поддерживает. Мы будем развивать, скорее всего, этот блок еще дальше. Но на данный момент можно связать кассу конкретную с конкретной платежной системой. И даже в кассу будет создан документ приходно-кассовый ордер, что пришли деньги. Ну или если это юридический документ, то юридический документ создан. Можно ли скроллить... А, не скроллить постоянно, а то уже в глазах рябит. Ну, постараюсь сделать это помедленнее, но, к сожалению, форма большая и скролл неизбежен. Все эти изменения заказа будут передаваться при обмене на 1С. Будут передаваться все для 11 версии и выше. Для 10 будут частично передаваться. Там просто есть ограничения со стороны платформы 1С. В заказе появилось поле ответственной. Будет ли данное поле синхронизироваться с 1С? Ну, скорее всего, будет. Но мы, если честно, это поле подразумевали немножко для других целей. Мы хотели, чтобы можно было заказы привязывать к конкретным ответственным лицам. В будущем мы хотим сделать, чтобы только конкретное ответственное лицо видело этот заказ. Ну, наверное, подробнее лучше здесь Алексей расскажет. Он точно знает, как мы хотели работать с ответственными. Да, здесь Юра совершенно правильно говорит. Если заказы назначены ответственные, то в зависимости от настроек в дальнейшем планируется, что либо этот ответственный только и будет вести этот заказ, остальные либо только видеть будут, либо не будут видеть вообще. И ответственный будет назначаться, может назначаться автоматически, в том числе и когда будет сделан второй шаг в реализации холдинговой структуры, можно будет назначать ответственного в зависимости от того, кем и когда был сделан заказ, на разные компании внутри одного магазина. Будет ли в 1С передаваться блок отгрузки, спрашивает Александр. Будет передаваться. И как раз-таки 1С полностью работает по схожему механизму. То есть у них есть бланк заказа. Это наш заказ центральный, куда агрегируются все данные по заказу. Только единственное, что в 1С – это документ намерений. То есть вы создаете этот документ только тогда, когда предполагается механизм общения с клиентом, механизм взаимодействия с клиентом, то есть когда нужно делать какие-то изменения. Этот документ так же, как и у нас, контролирует все отгрузки. То есть вот наша отгрузка фактически попадает внутрь 1С как реализация. И если вы работаете в 1С в полном объеме, то отгрузившаяся наша отгрузка попадет в 1С как реализация, или в 1С будет создана реализация, она попадет к нам в систему, как наш документ отгрузки. То же самое будет происходить по оплате. И внутри документа 1С, вот этого документа намерения, он бланк заказа, насколько я помню, там называется. Там от версии версии могут немножко быть изменения по названиям. Вы можете также видеть историю документов, видеть, какие отгрузки произведены и так далее. То есть наши схемы очень близки между собой и достаточно тем, кто работает с 1С и привык работать с 1С, очень близко будет то, что мы сделали внутри нашей платформы. Будет ли опубликована схема XML или образец XML обмена заказами? Он постоянно публикуется, у нас есть специальный сайт, на котором мы это публикуем. Заходите на него, там есть форум, там на форуме постоянно присутствует Денисюк Александр. Вы можете задавать ему вопросы, он очень подробно отвечает, очень быстро отвечает. Старайтесь на этот сайт заходить периодически, мы там данные публикуем. В принципе, это CommerceML с небольшими изменениями и дополнениями, по большому счету. Это скорее, да, правильно ли уж говорить, это мы дополнили стандартный CommerceML. Есть сайт CommerceML.org или .ru, на котором опубликована полностью детальная информация по CommerceML. В нашем случае это просто дополнение. Оно только без наших дополнений, поэтому все-таки лучше через нас общаться, через наш сайт, чтобы получить информацию по всем дополнениям формата. Было бы удобно, если в заказе будет видна сумма неоплаченных, неотмененных заказов выбранного покупателя. К сожалению, у нас внутри системы нет системы взаиморасчетов, и у нас взаиморасчет ведется в рамках конкретного заказа. Ваш инструмент интересен для оптовых компаний, но оптовая компания по-любому будет какие-то доделки делать от себя. Может быть, немного в другой струе получается, чтобы показать менеджеру, что этот клиент что-то не оплачивал раньше, то есть, что это косячный клиент. Ну, если в таком ключе, то можно эту мысль развивать. Данные есть. Вопрос, как вывести так, чтобы это не мешало при работе, но информация была. Алексей, вы, если вам не сложно, более детально опишите это на сайте идеи. У нас есть специальный сайт. Вот я вам сейчас даже его на экране покажу. Это сайт идея1sbitrix.ru. Вы можете на этом сайте идеи создать идею, рассказать, как вы ее видите, и рассказать подробнее, что под этим подразумевается. А мы подумаем, как это реализовать. Если это внутри платформы возможно, то, скорее всего, мы какие-то вещи сделаем. Хотелось бы узнать, стоимость доставки будет каждый раз начисляться при создании документа отгрузки. Просто не всегда клиент хочет платить дважды за доставку. Как раз-таки она будет начисляться не дважды. Это спрашивает Елена. Вы можете, как менеджер, мы будем автоматически, естественно, выставлять стоимость доставки ту, которая автоматически рассчитается для товара, который будет выделен в отдельный документ. Мы видим, что, например, там два товара на общий весом 2 килограмма, и на него будет посчитана эта стоимость. Но вы, как менеджер, можете принимать решение и просто поставить там ноль. То есть вы переходите к заказу. Вот у вас какой-то есть конкретный заказ. Вам нужно внести изменения по отгрузке этого заказа. Здесь, к сожалению, документ уже закрыт, но я думаю, большой разницы нет. Здесь поле, оно поддержано редактированием. Я понимаю, что не даст сохранить, но изменения показать можно будет. То есть вы можете при создании документа включить там ноль. Да давайте прям. А вот у тебя был непроведенный там, где все отгружено, но оплаты не прошли. Ты не оплачивал. Да, не оплачивал. Можно оплату, например, изменить. То есть внутри оплаты, так же, как внутри отгрузки, можно изменять сумму. То есть вы можете сказать, что вот так или вот так, предположим, клиент. По отгрузке, по оплате, неважно, вы можете поставить ноль, и система автоматически пересчитает заказ. И вот для оплаты она выведет прям вот такой вот элемент. Она скажет, что осталось оплатить столько-то. Давайте этот оплаченный заказ сделаем, чтобы видеть, что хоть какая-то оплата. То есть мы цифры считаем, мы их подставляем, но вы форму просматриваете перед сохранением, вы можете поменять их на любые цифры. Стоимость доставки ноль поставить или стоимость доставки миллион поставить, если вам нужно так. То есть тут уже будет, как вы договоритесь с клиентом. Если клиент согласен на разделение заказа и готов оплачивать отдельные отгрузки, отлично, вы уговорили клиента на прекрасную схему. Вы можете сделать отгрузку, и клиент это оплатит. Если вы с клиентом так не смогли договориться, и клиент говорит, не, ничего не знает, это ваши проблемы, мне заказ нужен целиком, но вы его разделяете. Ну да, вторая доставка будет с нулевой стоимостью. Можно ли оплатить только доставку заказа при получении? А, заказ при получении. Ну, теоретически... Разделить на две оплаты, соответственно. Одну оплату поставить ровно на стоимость доставки, и пусть клиент оплачивает. А остальную стоимость уже поставить как оплату курьеру при получении. Более того, уже вот есть кейсы, когда люди для госкомпаний хотят, чтобы в заказе было много товаров, но на каждый товар был отдельный счет на оплату, потому что так у них положено. И такие кейсы можно реализовывать, то есть будет к одному заказу много товаров и много счетов, для каждого товара отдельный счет выписан. Единственное, вы понимаете, что вот такая процедура возможна только постфактума. Вот мы на страничках, которые показывали, у нас там, скорее всего, появится возможность скрывать оплату внутри заказа. То есть клиент будет выбирать стоимость заказа, но не сможет оплатить этот заказ, потому что он должен быть подвержен обработке менеджером. То есть ваши вот такие механизмы, которые вы просите, они все подразумевают, что менеджер должен заказ немножко подправить. То есть он должен сделать какое-то разделение, указать конкретную сумму, которую он хочет получить с клиента. А после того, как это изменение внесет менеджер, он сделает разрешение на оплату, и у клиента придет письмо, например, по оплате. И он перейдет по этому письму и сделает оплату именно той суммы, которую вы можете. В автоматическом режиме это сделать достаточно сложно. Нет, ну всегда можно кастомизировать компонент, через который клиент оформляет заказ. И в этом компоненте распределить оплаты и доставки вообще произвольным образом, как вы захотите. Хоть по рублю их порезать, хоть там наоборот больше сделать, предоплату сделать, потому что на API все это доступно. Стандартные компоненты, конечно, реализуют типичные подходы, но любые кастомные тоже возможны. Или самостоятельно, или через партнеров, или через marketplace, соответственно. Интересует, есть ли возможность возврата товара из заказа. Товар помечен в заказе как возвращенный, чтобы при этом такие данные фиксировались в суммарной статистике по заказам. Общая сумма заказа, сумма возвратов. Но это немножко усложнит сам документ. Кастомизацию вы свою сделать такую сможете. Базово мы такое не очень планировали. Да, сейчас пока нет. Мы об этом серьезно думали, да, потому что особенно продавцы одежды об этом много говорили, когда возвратов много бывает. Мы об этом думали. В принципе, кое-какие внутренние вещи мы уже заложили под это даже. Просто это еще не вытащено наружу, потому что не совсем до конца понятен интерфейс. Как это сделать так, чтобы это было понятно и не усложнило остальную работу. Но, в принципе, в этом направлении мы думаем. Интерфейс и так изменился, и вам немножко нужно будет перепривыкать к этому интерфейсу. Я уже с ним поработал. Мне он уже привычным, кажется, потому что я на самом деле уже последние полгода работаю на этом интерфейсе. Он уже для меня привычен. То для новичка изначально немножко нужно привыкнуть к интерфейсу, и мы не хотим пока его сильно переусложнять. Юрий спрашивает, работают ли сейчас в бете подарки. Подарки вышли достаточно давно, еще перед Новым годом. Они вышли в обещанный срок. 16.00, по-моему, версия. Да, 16.00. Это после конвертации магазина, но она уже доступна в бете. Подарки полностью доступны и работают. Подарки у нас, кстати, интересным образом работают. Они работают в трех местах. Они работают в списке товаров, они работают в деталке. И подарок может предоставляться в корзине. То есть вы можете выбирать, где вам показывать подарок. Это отдельный компонент. То есть вы можете клиенту давать возможность в процессе выбора товара показывать какие-то подарки и выбирать эти подарки. Либо вы можете убрать это из выбора товаров и добавить их только в корзину. Когда клиент приходит, такой вау, ну тут подарок предлагаю, ну какой-то товар выбрал. То есть вы можете механизм найти задавать. Для маркетплейса решений, какой именно релиз можно использовать с целью адаптации решения к выпуску 16.0? Это спрашивает Алексей Коваленко. Алексей, я на вашем месте бы использовал беты, ставил бы полностью беты и уже ориентировался на них. Потому что это изменение неизбежное. Это изменение будет актуально для всех клиентов, которые используют продление или покупают новый продукт. Изменилась очень сильно и упростилась методология работы. Там поддерживаются новые паттерны разработки. Вы можете там наследование, там всякие интересные вещи с ООП использовать, там D7 ядро использовать. Соответственно, я бы уже делал разработку, наверное, под новую платформу. Да, и самое главное, она выходит в ближайшее время все-таки в релизе. Все-таки она будет зарелизена, и поэтому уже нужно как бы ее учитывать. Алексей Коваленко спрашивает, а в бете уже есть все, что демонстрируется? Да, Алексей, у меня стоят обыкновенные бета-версии для клиентов. У меня не стоит ничего такого там суперинтересного. Я также, как обычный клиент, вчера установил установку со старого дистрибьютива. Почему я и говорю, что я у Леши спрашивал, что-то у меня конвертации нет, бета забыл поставить. Я накатил бета-обновления, все, которые доступны клиентам, и показываю вам уже эту систему на бета-обновлениях. Сейчас выйдет еще новое обновление на днях, очень интересное, вот к партнерке. Я бы немножко подождал уже после партнерочки, бы хорошо сразу же начал это все использовать. Потому что изменения уже будут очень сильно стабильны. Это, скорее всего, такое будет уже хорошее решение. А почему на экране версия 15.5 бета в конце января, если в ноябре презентовали 16? Ну, потому что мы в бета-версию изменений показываем то, что у меня стоит в жизни. А 16 версия – это версия просто платформы. Платформа уже у меня здесь 16 версия. Если зайти в систему обновлений, будет показано, что это 16 версия. Некоторые обновления могут быть других версий. Никакого отношения это к версии самого продукта не имеет. Просто ставится то, что необходимо в данный момент. Есть ли возможность после оплаты заказа клиенту оформлять возврат денежных средств клиенту и возврат товара на наш склад? Конечно, вы можете отменять заказ оплаченный. То есть, вы можете входить в конкретную оплату и говорить, что нужно сделать возврат этой оплаты. Вы можете изменять этот заказ. После отмены какого-то конкретного документа, например, реализации, у вас автоматически произойдет возврат товаров на склад. То есть, вы сделаете отмену документа, и этот документ после своей отмены будет возвращен товар на склад. Вы можете, если вы, например, возвращаете какой-то товар конкретно, вы не хотите там в него ручками входить, вы его просто можете удалить. Если вам не нужен этот документ, и вы не переживаете за этот документ, то есть, вот можно просто вот так вот удалить документ конкретный. И сейчас, если зайти сейчас в анализ заказа, мы увидим, да. Ты его не удалил, потому что он тебя отгружен. А, да. Нельзя удалить отгруженный документ, потому что он уже уехал. Его нужно разотгрузить, вернуть товар и потом удалять. Вот, и то же самое по оплатам, да. Естественно, что можно менять, причем выбирать, куда уходят деньги при отмене. Они могут просто уйти в никуда, если реально вы денег не получали. Они могут вернуться на внутренний счет клиента, если вы работаете с внутренними счетами. И если платежная система поддерживает, можно вернуть через эту платежную систему обратно клиенту сразу. Если вы реально эти деньги получили, платежная система поддерживает возврат. Например, как Яндекс, если я не ошибаюсь. Да, Яндекс в данный момент поддерживает. Мы это в новой версии тоже поддерживаем, поэтому после того, как сейчас выйдет последнее обновление, как раз связано с платежными системами, вы можете попробовать этим пользоваться. Вот, Андрей, как раз то, что спрашивал. Я сейчас не удалил документ, я его просто отменил отгрузку. То есть, у меня вот осталось отгрузить пять товаров конкретных. И если зайти в заказ, я вижу, что у меня вот один документ, отменена отгрузка. Его, естественно, можно редактировать, менять статус. Причем не обязательно идти в документы, можно прямо менять статусы в просмотре заказа. Можно делать какие-то изменения основных заказов. То есть, при отмене какого-то конкретного документа на отгрузку, в зависимости от принципа работы учета, происходит возвраты товаров на склад. Если вы используете количественный учет, соответственно, товары будут возвращены на склад. Когда будет доступен поставщик СПСР? Ну, СПСР как раз в данный момент, насколько я понимаю, в работе. В репозитарии у нас он уже есть. Я проверю, когда у него будет выпуск. И тогда смогу сказать подробнее. Но в репозитарии, как таковое, нужно у нас есть во внутреннем. Поддерживается ли автоматическое отслеживание статусов отправления у Почты России? Почта России до сих пор не дала API для таких действий. На данный момент мы поддерживать будем у СПСР, будем поддерживать у ПЭКа такую информацию. То есть, мы забираем информацию внутрь и отправляем письма, уведомления клиентов. Как только Почта России это доведет до ума и отдаст это всем, то это будет поддерживаться. У Почты России сейчас есть в каком-то виде это для специальных клиентов. То есть, вы можете зарегистрироваться и получить эти данные. Но пока, в общем, доступа этого нет. Они это тестируют, они это поддерживают. А партийте технику страницу с данными мы не хотим. Это неправильная схема. Мы будем ждать, когда появится API для этих целей. Будут ли переписываться компоненты магазина на D7? Или пока все ограничения, только все ограничивается только админком? На самом деле, очень много компонентов по магазину уже перешли на D7. Компоненты обвязки, которые отвечают за… Ну, не все, не все. Не все, не все. Я понимаю, не все. Сейчас идет основная работа, как раз сейчас идет завершающий этап работы по корзине и самому компоненту оформления заказа. То есть, самый основняк, то, что самое главное. Оно будет на D7, оно будет объектно-ориентированное с классом, да, где можно будет наследовать, можно будет перекрывать методы. Будет разделено уже по методам, да, ни одной вот соплей кода будет идти, а будет аккуратненько все. И будут поддержаны все нововведения. Конечно, не имеет смысла выпускать магазин, админку красивую со всеми там доп-сервисами для служб доставок, доп-возможностями там какими-то, да, не поддерживает в публичке. Естественно, все это вот сейчас в работе, и к релизу это все выйдет. Так, модуль Почта России можно придумать или поставить, если такой есть, где автоматически просчитывается доставка. Наш модуль стандартной Почты России умеет считать автоматически доставку. У нас даже два модуля внутри системы. Один работает по старой схеме Почты России. У него постоянные какие-то проблемы, потому что он берет данные с серверов Почты России, и проблема в основном не из-за нас, а на стороне Почты России. Проблема в том, что часто она не отвечает, и поэтому получается, что как бы стоимость не посчитать. Поэтому у нас есть второй табличный, когда загоняются данные заранее к нам, да, а после этого рассчитываются же на локальных данных, и, естественно, он работает гораздо устойчивее и быстрее. Так. Ну, все, здесь, ой-ой-ой-ой, вопросиков. Давайте еще немножко вам покажем по кейсам, и потом опять вернемся к вопросам. Потому что вопросов, ну, просто очень много, и мы постараемся как можно больше на них ответить. Так, что у нас осталось по кейсам, которые мы бы хотели показать для перехода на вторую часть вебинара? Кейс остался. Клиент хочет оплатить заказ двумя разными способами оплаты, как это сделать, и как отследить, какие были документы по заказу, найти список изменений. Список изменений я вам уже показал, давайте разберем. И документы тоже показал. Да, и документы показали способы оплаты. Давайте посмотрим, как разделять по способам оплаты и вообще, как происходит схема, связанная по способам оплаты. Добавляем новый заказ, выбираем покупателя нашего любимого, добавляем какие-нибудь товары, ну, пусть это будут наши любимые штаны, только давайте разных цветов, чтобы легче было ориентироваться, что мы отгрузили, что нет. Стандарт оставлю по пять штук, что-то мне сегодня это число нравится. Ну, пусть будет наша любимая доставка курьером, ну, и способ оплаты, пусть будет наличными курьерами. Как вы видите, все поля доступны для редактирования, поэтому если вы сразу хотите поменять сумму, не 500 рублей за доставку, а 1000 или 0, вы можете сразу поменять. Это, естественно, доступно. Это к вопросу, как можно ли менять эти суммы. Да, вы можете прямо на процессе оформления заказа это изменить, если заказ вот так же по телефону оформляется, клиент делает какой-то заказ, у вас стандартно 500 рублей, но вы, например, там перед клиентом провинились, или клиент очень хороший, постоянный, вы можете сказать, не хочу я, хочу 0, и все, и сохранить документ. Документ будет сохранен. Причем он вам показывает внизу расчетную стоимость, сколько бы это было по правде, если бы брали, но считает 0, естественно, потому что вы сказали 0. Все. У меня сохранился документ с нулевой ставкой, все, доставка ничего не стоит клиенту, хотя клиенту автоматически была система посчитана 500 рублей. Естественно, здесь тоже данные про 500 рублей исчезли. И вот у нас есть оплата. Как же сделать ее разделение? Опять-таки, у нас есть два способа. Вы можете отредактировать конкретный документ. Если, предположим, клиент сказал, что он наличными оплатит не 19 490, у него нет столько наличных денег, а у него есть только 9 490, и он готов их оплатить наличными, вы можете зайти в редактирование документа, убрать лишнюю цифрочку, так скажем. Все, документ изменился. Мы показываем, что сумма оплатить осталась только же, но клиент вот так наличными оплатит. Остальную сумму, например, клиент хочет оплатить карточкой. Вы добавляете еще одну систему оплаты, выбираете способ банковской карты. Вы видите, что у нас остались эти 10 тысяч рублей, которые мы остались, ну, как бы клиенту выставить должны. Мы сохраняем этот документ. Все, у нас два документа на оплату. Давайте я их сверну, чтобы было удобнее. Оба документа не оплачены. Сумочку сюда надо выводить. Оба документа не оплачены. Мы видим, что мы здесь 10 тысяч рублей выставили, 9,490. Клиент может вот так вот, например, ну, или не так, а вот так оплату сделать, как в жизни будет более правильно. То есть в личном кабинете он видит, что у него документ разделился, он видит, что он должен оплатить карточкой, он оплачивает этой карточкой. И мы видим, что вот 10 тысяч оплачено, 9,490 рублей осталось оплатить. При доставке этого заказа курьер заберет у него оставшиеся деньги и привезет их в офис. То есть вот таким простым способом вы можете менять оплату, изменять доставку, редактировать эту доставку, изменять оплату. Если вам нужно сделать какие-то возвраты или какие-то изменения, отмены, то это стандартным способом. Вот можно производить возвраты. То, что спрашивали вопрос, хочу просто показать. Иначе сказали, что просто возврат. Здесь будет, как происходит схема возврата. То есть в данном случае возврат происходит на внутренний счет. В зависимости от разных платежных систем в этой выпадашке могут возникнуть различные варианты. То есть вот Яндекс, как правильно сказал, Леша уже поддерживает возврат автоматический. Он, правда, поддерживает не по всем инструментам. То есть они не поддерживают, например, возврат, если оплата произошла через телефон. То есть с помощью счета личного за телефон. Они не поддерживают это при еще каких-то случаях. Но для карточки, для основных инструментов платежных, они поддерживают уже автоматический возврат. И у вас в выпадашке прям будет, скорее всего, выпадать. Я правильно же как говорю? Да, будет выпадашка. Будет выпадашка показывать, что возврат происходит в автоматическом режиме. Вы выбираете, это будет не внутренний счет. Вы можете указать номер документа и нажать вернуть. Но это к вопросу вот о том, что выпущено, не выпущено. Вот именно вот этот момент он сейчас только выпускается в 16.02 выйдет. Поэтому именно это еще не выпущено. Все остальное выпущено. Можно теперь зайти к этому клиенту. Ты хочешь? Да. Я хочу показать, что вернулись деньги на внутренний счет. Это счета, вот чуть ниже счета. Все. Вот 10 тысяч у клиента. Если войти в просмотр, то мы видим, что 10 тысяч вернулись Сергею Ситникову на внутренний счет. То есть мы отменили транзакцию по карточке. У нас здесь нет другого способа возврата. Мы можем вернуть только на внутренний счет. Деньги вернулись на внутренний счет. Клиент с этого внутреннего счета может сделать оплату следующего заказа, если у вас есть такое разрешение внутри оформления заказа. Вы видите, что у него есть на счету эти деньги. Соответственно, можете с ними как-то взаимодействовать. Интересная штучка, которая будет доступна также с платежными системами и внутренним счетом. Вы сможете в настройках внутреннего счета задавать, сколько процентов заказов или какую сумму максимум можно оплатить с внутреннего счета. Например, вы можете захотеть, чтобы с внутреннего счета можно было оплатить не больше, чем половину заказа. Вы сможете это настраивать, и это будет автоматически работать. То есть будет выставляться половина счета за счет внутреннего счета, а остальное будет выставляться за счет другой платежной системы, которую клиент выбрал. Это вот 16.02 у нас выходит. Будьте аккуратны, вообще эта штучка не совсем законная, то есть вы не имеете блокировать право деньги клиента, если клиент требует делать возврат в полном объеме или заплатить в полном объеме, вы не имеете права ему препятствовать, это его личные деньги, он может распоряжаться ими как хочет, он вам их отдал и вы не имеете права такие махинации делать. Мы же сделали это для тех, кто использует личный счет для систем а-ля бонусов, когда с заказа, с суммы заказа начисляются какие-то бонусы, эти бонусы начисляются на внутренний счет и тогда вы можете регламентировать клиенту сколько бонусов, сколькими бонусами или в каком процентном отношении этих бонусов вы можете списывать с внутреннего счета вот эту сумму, это не деньги, это бонусы, это бонусы, которые вы ему начислили и вы вправе распоряжаться этими бонусами как хотите. То есть будьте здесь немножко внимательными, потому что для денег, физических денег, которые отдал клиент, это не совсем законно, для бонусов и для иных механизмов это вполне законно, вы можете это применять, если особенно клиент при получении карточки бонусной подписал какую-то там бумажку, или у вас есть при оформлении заказа оферта, которая была тоже подписана в рамках магазина. Кстати, мы в селл-орде Аякси сделаем, что у нас там галочка оферты появится. У нас добавится возможность подписывать оферту прямо во время оформления заказа в автоматическом режиме, не нужно будет делать кастомизацию. И, соответственно, клиент, если в оферте это указано, и он подписал эту штуку, все, вы без боязни можете это применять. Ну, в принципе, по кейсам, наверное, все. Давайте еще, наверное, партию вопросов почитаем, если есть какие-то вопросы, поотвечаем. И если все, то Алексей перейдет ко второй части вебинара, где немножко расскажет уже о технических деталях, как кастомизировать, как изменять, как подвешиваться на события и так далее. Так, непонятно, что такое. Доброе время суток. А пока скажите, как в новом интерфейсе применять купон на скидку в заказе через административную часть? Ну, так же, как и раньше, насколько я понимаю. Давай посмотрим. Это у нас просмотр. Это просмотр, да. Да. Пошли в заказ, посмотрим. О, заказ. Ищем поле купон. А нету поля купонов в этом обновлении у меня. А в последнем уже есть. У меня стоят бета-обновления, в которых купоны не высвечиваются. Кстати, по купонам могу сказать интересную штуку такую. Вот с купонами это наша проблема. Да, я вспомнил тикет, да. Тикет был исправлен. Единственное, что нужно проверить, в каком обновлении это вышло исправление. У меня был тикет, что мы забыли про поле купона, потеряли его. На моем магазине купоны работают. А здесь у меня стоят только то, что доступно клиентам в данный момент. В данный момент вот Алексей говорит, что это бак, и это исправлено. То есть у меня купоны не отображаются. Но купоны стандартным способом вот здесь внизу в блоке, как и были раньше, они там будут отображаться. Какой еще интересный момент? Мы его, к сожалению, сейчас симулировать вряд ли сможем. Хотя, в принципе, можно. Ну, не будем, наверное, показывать. То есть есть возможность управлять скидками прямо в рамках конкретного заказа. Скидки будут подписаны под каждым заказом. А давай какую-нибудь скидочку создадим. Можно, Юра говорит, о чем? Что когда на заказ применяется скидка или несколько скидок, соответственно, на разные товары дается скидка, можно для избранных товаров эту скидку отключать, если по каким-то причинам, допустим, клиент давно и долго не оплачивал заказ, и у вас уже эта скидка не действует, или вы не хотите ее давать. То есть отключать ее можно и включать галочками просто. Будет показано, что скидка эта есть, но она не участвует в расчете. Можно будет включать в расчет и исключать из расчета. Так. Сейчас это займет определенное время настройка скидки. Ну, ты почему-то рассказывай, я не буду делать. Потому что скидок не было заведено. Но такая возможность есть. Как на отдельный товар в заказе, так и на доставку эта скидка может быть включена, отключена. Или на заказ целиком, если эта скидка относится к заказу целиком. Вот. Сейчас Юра это дело настроит. Мы покажем вам, как это работает. Ответим еще на несколько вопросов. И потом я немного расскажу о внутренностях. В плане, как это дело кастомизировать, как с этим можно работать. Времени не так много, поэтому я расскажу вкратце основные направления. Если кто, партнеры, посетят партнерское мероприятие, нашу партнерскую конференцию, или посмотрит, соответственно, ее в записи или в виде веб, соответственно, то там подробнее будет. А кто посетит, я отвечу еще и на личные вопросы. Вот смотрите, какая интересная возможность появилась в скидках. Скидки у нас бывают, как вы знаете, двух видов. Есть скидки на товар конкретно. Вот сейчас в данный момент я сделал скидку на конкретный товар, на полосатый рейс. Есть скидки на корзину. Это скидки, которые влияют на заказ. У нас есть отдельные скидки на доставку. Есть отдельные скидки на оплату. То есть у нас достаточно гибкая система скидок. И вот оформляя заказ, ну давайте я его полностью до конца оформлю. Пока не буду проводить, буду рассказывать немножко. Имеется возможность видеть конкретную скидку. Если раньше назначалась скидка, вот здесь цена менялась, и клиент не видел, что это за скидка, какая скидка, как она произошла, на что она была сделана. То есть сейчас мы показываем конкретное название скидки. То есть я создал скидку с 50% скидкой. Вы можете перейти к скидке конкретной. То есть вы можете ее посмотреть условия сразу. И вот чтобы сразу показать, что я сделал конкретно на полосатый рейс, и сделать скидку в размере 50%. То есть можно сразу сделать переход, посмотреть, какие условия. Это очень важно, когда клиент делает звонок по телефону и говорит, ребят, вот у меня здесь 15% какие-то добавились в минус. А за что мне это добавилось? И вы можете клиенту рассказать, что скидка сделана. И самое главное, давайте заказ проведем. Самое главное и самое интересное, для чего вообще это делалось, это возможность управления этими скидками. То есть менеджер магазина может сделать вот так. И скидка снимется с этого заказа. То есть заказ полностью будет изменен. У нас сделана система, что не происходит пересчета заказа. То есть пока вы не захотите, чтобы оно пересчиталось. Если вы сохраните теперь заказ, то заказ изменится. Но при возврате опять в этот заказ и установке этой скидки, эта скидка опять назначится именно так, как она была сохранена в рамках заказа. То есть не произойдет изменение этой скидки. В тот момент, когда заказ обрабатывался или что-то происходило, эта скидка могла либо закончиться, либо измениться. И могли условия поменяться. Могла скидка вообще кончиться, она была ограничена по времени. Но клиент эту скидку в начале в заказ добавил. Мы эту скидку показываем. Даже менеджер, если ее отменил по каким-то условиям, а потом клиент, она, например, была по сумме, и менеджер сказал, извините, на данную сумму скидка не распространяется, он ее снял. То клиент, вернувшись через три дня и сказав, нет, я готов добавить этих платьев в пять штук, чтобы сумма дошла до нужной скидки, то менеджер просто может назначить эту скидку, и скидка автоматически назначится по тем правилам, которые были на то время, на тот момент. На этой скидке может быть вообще уже не быть. Ее удалили, переименовали, изменили и так далее. Мы ее в заказах удерживаем и показываем в заказе, что сумма вот такая-то, скидка такая-то. То есть это нужно для того, чтобы клиент уже видел эту скидку, не изменять вручную товар, а прямо делать те условия, которые клиент видел на тот момент. Он прочитал какую-то акцию, он по акции перешел, но немножко по цене выпал. Вы ему можете эти условия вернуть, которые ему были договоренности по этим условиям. То есть вот эта штука, связанная со скидками. Давайте дальше по вопросам. С купонами интересно получилось. Надо было альфы поставить. Как выглядит оформление заказа, если продажа производится под заказ? То применяется оплата, затем производится поставка. Ну, стандартно это уже не совсем интернет-магазин. То есть, простите, вы можете оплату выставлять. У нас есть компонент специальный, который имеет возможность добавлять вот эту оплату предварительно на внутренний счет. Вы можете сделать специальную страницу. Это из простого, это легкая кастомизация. Как бы сделал я, я не люблю лишние кодирования делать. Вы можете создать отдельную страницу, на которой страница будет называться предоплата. Клиент будет заходить на эту страницу, делать эту предоплату, ему будет выскакивать платежный инструмент. Он будет делать эту оплату. После этого клиенту будет что-то там доступно, или эта оплата будет где-то использоваться. Это из простого. Либо кастомизировать компонент оформления заказа и делать какую-то оплату без... Технически я даже до конца не понимаю, в чем проблема. Смотрите, вот клиент, допустим, у вас есть каталог товаров, который доступен для предзаказа, да, выставки под заказ. Клиент выбирает из этого каталога товар, ему создается даже стандартный самый заказ, выставляется счет, клиент его оплачивает, вы его доставляете, товар потом забираете, доставляете. Ведь оплата с доставкой не связана напрямую, они связаны только через заказ. Поэтому оплата приходит, она для данного заказа, все, потом вы занимаетесь уже отгрузкой, вы смотрите, где доставить товар, и как доставить его клиенту. В принципе, можно пойти напрямую через стандартный механизм. Можно и так сделать, да. Конечно, все зависит от того, что конкретно вам нужно, и как конкретно вы работаете. Единственное, твоя схема немножко будет сложна в том плане, что для этих товаров нужно будет устанавливать другой принцип учета. Если у тебя стоит по умолчанию, например, количественный учет, то для этих товаров, про которые говорит Леша, нужно будет выставить, что количественный учет разрешает уходить либо в минус, и это очень хорошо, что он идет в минус, при поступлении товаров вы будете сразу списаны те товары, которые уже проданы по предзаказу. Вы можете пойти таким способом. Единственное, руками нужно будет там... В принципе, у каждого товара можно настроить индивидуально, можно ли в нем уходить в минус, и используется ли для него количественный учет. Не только общая настройка, но и для каждого товара индивидуально можно настраивать. Поэтому, в принципе, это возможно, мне кажется. Но опять же, все зависит от конкретной задачи. Да, то есть вы все-таки кратко пишете, там вариантов решения очень много. Возможно ли вводить дополнительные параметры для заказов? Например, с клиента берется одна стоимость доставки, а по факту интернет-магазин стоимость доставки по факту другая. Например, необходимо хранить данные о стоимости страховки или стоимости наложенного платежа. К сожалению, такое сделать невозможно, вернее как, это возможно сделать там в комментарии или еще где-то, там у нас поля есть. Есть секретные возможности, но они потребуют некоторых телодвижений. Смотрите, у нас есть возможность использовать стандартные набираемые свойства ядра, да, но это потребует программирования. Но вы сможете привязать вообще любое свойство к заказу или к оплате или к доставке и, соответственно, ими пользоваться. Без программирования можно попробовать воспользоваться свойствами заказа. У них есть галочка, что это свойство системное. Оно в этом случае не будет доступно пользователям, но вы сможете хранить в нем какую-то информацию. Единственное, что, естественно, не будет никакой автоматической обработки, если вы ее не сделаете. Это просто хранение информации, да. Точно так же, как вы будете хранить комментарии, точно так же вы будете хранить в этом специальном поле. Но как это обрабатывать, это менеджер должен обрабатывать ручками, либо нужен какой-то код, партнерское решение, ваше решение, которое будет это дело автоматизировать. А для хранения, да, для хранения можно поле сделать, не проблема. Вы это можете сделать сами. Вот поэтому я люблю с Алексеем выступать, он знает такие тонкости, которые я могу не знать. Где можно посмотреть информацию по взаимодействию платежных систем с магазином? В документации, наверное. Смотря что вы имеете в виду, если вы имеете в виду конкретные протоколы конкретной платежной системы, то смотреть нужно, естественно, на сайте конкретной платежной системы, потому что каждая действует по своему собственному протоколу, и в обработчиках платежных систем мы эти протоколы как раз и поддерживаем. Если вы имеете в виду, как наши собственные обработчики работают с основным API магазина, то есть с заказом, то здесь, естественно, мы можем рассказать, это в документации в определенном объеме уже есть, и я не знаю, успею ли я сегодня, я некоторые подробности по этому плану расскажу. Будет ли считаться у SPR-SR Pelican? Это дополнительное как бы подмножество. Да, SPR как раз делается, я думаю, Pelican будет считаться. Не можем подключить модуль с дека. Они говорят, что ждут стабильную версию. Татьяна спрашивает. Татьяна, ну тут простите, это скорее вопрос к ним, чем к нам. Мало ли, что они ждут. Они, скорее всего, в данный момент разрабатывают свой модуль, это лучше уточнить у них, и версия на данный момент бета, она как сильно там меняться не будет, и они могут прекрасно делать разработку, ждать какую-то версию стабильную не имеет смысла, и на самом деле они, наоборот, должны торопиться, чтобы к стабильной версии их модуль уже присутствовал. Но на эти вопросы, к сожалению, Татьяна может ответить только сам с дек. То есть мы не владеем информацией, что они разрабатывают, куда они разрабатывают и так далее. Можно ли детально пройтись по скидкам в интеграции с 1С? Просто при обмене туда-обратно скидки некорректно передаются, потому что скидки никак не поддерживаются при перебитаче в 1С. Это Иван спрашивает. Мы будем поддерживать некоторые модели скидок, это будет чуть позже, мы хотим выпустить стабилизацию этих версий, скидки мы будем поддерживать. У нас внутри уже даже заложен механизм, как передавать в 1С скидки. Но понимаете такую схему, что в 1С мы можем передать не все типы скидок, и скидки будут передаваться только из 1С к нам. То есть вам нужно будет принять решение, какие скидки вы используете, если вы используете скидки в 1С, то из 1С мы сможем их передавать внутри магазина и назначать на товары. Если вы используете скидки, которые внутри магазина, к сожалению, мы их передаем в 1С как факт. Она будет применена к этому товару, и в 1С попадет как факт применения. То есть там не будет она создана как дополнительная скидка, потому что у нас можно очень гибко делать инструменты скидок. Мы это делаем для продажи товаров через интернет, для взаимодействия с клиентами, то в 1С скидки в основном все, которые подразумевают не общение с клиентом, скажем так. То есть они не подразумевают каких-то там взаимодействий визуально с клиентом, не нужно их как-то показывать, не нужно там на доставку делать и так далее. У них очень ограниченный набор скидок и в полном объеме с 1С вы скидками никогда обмениваться не сможете. Как-то получить его можно. Получить что? Это, наверное, имеется в виду на предыдущий вопрос. Или СПСР, или Почта России про репозитарий. Я говорил, что это СПСР по у нас репозитарий, есть последняя версия. Но обычно мы не оттестированные версии, не выпущенные, все-таки не даем по той простой причине, что там могут содержаться какие-то нюансы, которые еще не выявлены тестированием, отделом безопасности, отделом производительности. И просто нам неправильно будет отдавать, а потом получается, что вам отдали какую-то версию с ошибками, которые должны быть выявлены на этапе тестирования. Я думаю, что стоит все-таки подождать, уже осталось немного времени до выхода стабильной версии, в которой это все уже будет. Изменение расположения блоков, изображенных на самом верху, страницы заказа при изменении блоков. Ну, Дмитрий у нас глазастый парень, это мы будем делать. У нас это запланировано и стоит в планах, что при изменении местоположения у нас должна менюшечка тоже меняться. Помнишь, мы с тобой добавляли такую штуку? Если он это имеет в виду, то да. Да, если вы имеете в виду, что при изменении местоположения блоков, меню вверху тоже меняется в зависимости от этих блоков. Первым становятся те блоки, которые стали первыми. Пока это сейчас не делается, мы показываем наверху статично эту информацию в меню, а блоки можно менять местами. Если вы подразумевали это, то да, это у нас запланировано, мы будем это делать. Где можно узнать настройки бонусов? Настройки бонусов для нас бонус – это обыкновенная скидка. И настройку вы делаете в скидках. То есть у нас как такового бонуса нет, который именно визуально показывается внутри. Потому что бонусные программы, мы видим, что они не работают, мы не делаем внутри этого продукта. И у нас есть модули в маркетплейсе, которые могут работать с бонусами. Вы можете использовать либо эти модули, они обычно завязаны на как раз внутренний счет, либо кастомизировать и написать свой какой-то модуль. Но бонусы обычно плохо работают в магазинах. Добрый день. Купон применяется ко всем товарам, которые входят в заказ. Можно ли сделать, чтобы не ко всем товарам? Ну, вообще у нас три типа купонов. Купон может применяться ко всем товарам. Купон может применяться к конкретному, самому дорогому товару. И купон может применяться, я не знаю, по каким-то условиям для еще каких-то изменений. То есть к конкретному вообще товару. Это все зависит от настроек и нужно настраивать. Купон – это просто один из признаков, по которым скидка применяется. А так там действует весь механизм скидок. Поэтому, да, можно и на отдельный товар, можно и на все товары. Причем в последних обновлениях у нас появились купоны на доставку и на оплату. То есть вы можете еще применять купоны конкретные на конкретную доставку и на конкретного плана. То есть вы делаете акцию, например, на доставку. Человек вводит купон на доставку и она применяется только к доставке. То есть купон у нас очень гибкий и механизм купонов развивается. Как добавить скидку на уже созданный товар? Заказ имеется в виду, там, уточнение. Пересчитать нужно будет заказ. У нас есть кнопочка вверху пересчитать. Что-то, кстати, мы ее не показали. Сейчас я зайду в заказ. Где кнопка пересчитать? В изменение закрыли. Да, не туда попало. Вот она, пересчитать. Нужно будет пересчитать заказ. И тогда скидка, которую вы применили после оформления заказа, будет пересчитана, актуализирована на данный момент. Что под этим подразумевается вообще под этой кнопкой? У вас был, например, создан заказ 1-го числа, 1-го января. А скидка или купоны какие-то, или еще какая-то там скидка произошла 10-го января. И клиент прям вот заказ говорит, я буду оплачивать 11-го, я хочу скидку, которая 10-го. Чтобы не пересоздавать заказ, его не заставлять пересоздавать заказ, вы можете нажать эту кнопку пересчитать, и произойдет автоматический пересчет данных товаров под те скидки, которые на эти товары в данный момент существуют. Если этот купон, его придется ввести, к сожалению. Если это не купонная скидка автоматизированная, то она автоматически будет применена к этому товару. То есть формально заказ будет якобы переведен на данную дату, будет произведен полный пересчет по всем элементам, которые есть на данную дату. Но будьте здесь очень аккуратны. Не дай бог у этого заказа есть скидки, которые закончились, то они будут тоже пересчитаны, они просто слетят. То есть эти скидки перестанут действовать. Они останутся в списке, они будут показываться, что они есть, но они деактивируются. Потому что пересчет заказа подразумевает полную актуализацию заказа по ценам на товар, по скидкам на товар, на данную дату, на которую нажимается эта кнопка. Если, предположим, цена в заказе была 10 рублей на какой-то товар, а сейчас она уже 12 из-за курса, например, роста к доллару и к евро, то она будет пересчитана и будет по 12. То есть будьте внимательны, когда вы нажимаете эту кнопочку. Сначала проанализируйте заказ, а потом ее применяйте. Так, а подскажите, еще когда ожидается выход возможности установки основной категории товара для товара, который находится в нескольких разделах? Ну, я думаю, в ближайшее время это не появится. У нас работает по такому принципу. Первая категория, которая привязана, она является основной. Можно просто сделать перепривязку, перепривязать сначала ту категорию, которая для вас является первой, а потом остальные привязать, тогда это сработает. Чтобы наверняка сработало, можно сохранить заказ с первой категории, потом заново войти, добавить остальные категории, тогда 100% сработает, можно вот так поступить. Это такой, как небольшой хак, который можно сделать. Это уже предыдущему. Как настроить стоимость доставки? 2000 рублей плюс 30 рублей за МКАД. К сожалению, придется делать свой обработчик. Или дополнять какой-то штатный обработчик на такую работу. Для СПРС вроде уже работает. У нас настрой. Ну, отлично, значит, СПРС уже вышел. Я, к сожалению, не отслеживал выход конкретных служб доставки. Расскажите об особенностях работы с юрлицами счета накладные. А никаких особенностей нет. Юрлица – это обыкновенный профиль пользователя. Просто у этого профиля пользователя больше полей, которые клиенту нужно заполнить. У него больше данных, которые он заполняет при оформлении заказа. Ну, и этому клиенту могут выписываться документы. Но так как мы формально внутри системы документы только совсем основные даем выписывать. Обычно, кто работает с юрлицами, они используют 1С и выписывают документы уже из 1С. Потому что внутри продукта мы даем слишком зауженный функционал в этом плане. Все-таки мы, как система, скорее для показа товаров и работы с товарами, с работы с заказами, с работы с оплатами, с доставками и так далее, чем система, которая ведет какой-то документооборот с юрлицами. Но, тем не менее, накладную счет фактуры мы напечатаем. Да, накладную счет фактуры мы напечатаем, но она будет немножко, конечно, без каких-то там движений. Так, есть ли различия в обработчиках служб доставки и платежных систем между 15 и 16 версиями? Да, есть различия. Естественно, так как весь магазин переезжает на новые рельсы, соответственно, и платежные системы и службы доставки переезжают тоже на новые рельсы. Они становятся объектно-ориентированными, они получают новые возможности, такие как дополнительные ограничения, которые могут настраиваться, доп-сервисы, которые могут спрашиваться и влиять на цену. Но, естественно, что это все влечет определенный переезд на определенные новые API, на новые местами таблицы, на новые данные. Так что, да, различия есть. Подробнее об этом, если успею, расскажу. Если не успею, это будет на партнерской конференции, это будет документация. И после партнерской конференции более подробную презентацию мы выложим для доступа, для скачивания. Ну, давайте последние два вопроса и перейдем к части, которую будет рассказывать Алексей. Когда выйдет новая система управления скидками, заявленная еще летом? Не совсем понятно, что вы подразумеваете под новую систему управления скидками. Мы говорили об объединении всех скидок под эгиду магазина, то есть не скидки каталога этого, а в одну кучу. Но здесь, да, скидки у нас очень сложный механизм, чтобы не накосять и сделать все аккуратно и красиво, нам потребовалось чуть больше времени. Ну, скорее мы ждали, когда выйдет вот это управление заказами, чтобы потом скидками... Да, но должно быть все связано, то есть это под единый механизм. Ну, мы выпустили кусок, связанный с подарками, которые обещали очень достаточно давно. Мы выпустили кусок управления купонами в рамках доставок и оплат. Мы выпустили кусок, связанный с купонами в корзине. То есть можно выписывать теперь купоны на товары внутри корзины и по каким-то условиям. Ну, то есть мы выпустили те куски, которые можно было выпустить. Мы не выпустили только мастера и объединение. Это действительно так. Мастер не выпущен, объединение тоже не выпущено. Ну и последний вопрос. Как добавить свойства заказа или оплаты, отгрузки, общее для всех типов плательщиков? Спрашивает Алексей. К сожалению, общее свойство именно свойства заказа добавить никак не получится, потому что оно для каждого типа плательщика, они разные. Если говорить о кастомизации, то свойства ядра, набираемые свойства, которые также можно пристегивать к заказу, там они, естественно, могут быть общие. А вот именно магазинные свойства добавить в текущей версии не получится общие. Приступаем тогда к второй части вебинара. Ее будет рассказывать Алексей. Я его буду, может быть, дополнять, как дополнял он меня. Может быть, буду просто молчать. Да, я постараюсь кратенько, потому что время уже у нас идет. Поэтому здесь часть будет посвящена именно больше вопросам кастомизации, вопросам, которые касаются разработки, доработки кастомных решений, кастомных модулей, новым возможностям, которые можно использовать. Для начала, как вы помните, да, я уже много раз рассказывал, что и мы сегодня говорили о том, что заказ-то теперь не один объект, а теперь это целый конгломерат объектов, которые включают в себя и товары, и отгрузки, и оплаты, и коллекции этих вот объектов, то есть коллекции отгрузок, оплат. И это нужно учитывать при разработке. Если раньше у нас все было в объекте заказа, ну, в массиве заказа, говоря прямо, то есть там были и статусы платежных систем, там были и стоимости доставок, и там же были и скидки, то теперь это все разделено по разным объектам. Мы, естественно, постарались обеспечить совместимость, насколько это возможно, но из-за того, что теперь к одному заказу относятся несколько, допустим, объектов оплат, то выбрать статус платежной системы напрямую не так-то легко, если этих оплат несколько. Соответственно, у одного заказа будет несколько разных статусов. Поэтому при выборе списков некоторые поля перестали быть доступными, но это тот минимум, без которого мы просто не смогли бы дальше разрабатывать. По возможности мы все поддержали. Здесь я схематически показал, как создавать и как изменять заказ. Наверное, я не буду подробно останавливаться, потому что тут в основном код. Суть состоит в том, что при создании заказа создается объект заказа, устанавливаются его свойства этого объекта с обычных позиций объектно-ориентированного программирования, привязывается к нему корзина, можно создавать частичные отгрузки и оплаты. Вот о чем я говорил при вопросах кастомизации. Если вы хотите сделать так, чтобы у вас было нестандартно, создается автоматом одна оплата и одна отгрузка, вы хотите уже в своей поставке, в своем конкретном решении, компоненте сделать по-другому. Например, сделать на каждый отдельный товар отдельный счет. Соответственно, вы создаете столько частичных оплат, сколько у вас товаров, и вызываете сохранение. А изменение еще проще. Поднимаете объект из базы и вызываете изменение тех методов, которые вам нужны, и потом вызывается сохранение. Покуда вы не вызвали сохранение, объект меняется в памяти, то есть вы меняете объекты в памяти, и это никак не взаимодействует с изменением базы. То есть в базе это ничего не меняется. Только при сохранении происходит изменение в базе. И с этим связано дальше разделение на два вида событий, о которых очень важно сказать. Есть события обсчета и события сохранения. Покуда вы изменяете объекты, то есть говорите, что вот там такая-то флажок изменился, такая-то стоимость проставилась, это изменяются объекты в памяти. И есть класс событий, который как раз оперирует с изменением объекта в памяти. И есть класс событий, который оперирует с сохранением заказа. То есть он вызывается, когда заказ сохраняется, и, соответственно, сохраняются все связанные с ним сущности, то есть когда он фиксируется в базе. И нужно постараться не путать эти два класса событий и правильно выбирать нужный класс. Потому что если вы запутаетесь и выберете не тот класс, неправильно подвеситесь на события, то может все сработать успешно, как вы хотели, но при определенных обстоятельствах у вас могут быть разные странные нюансы. Если вы хотите изменить сам объект заказа, вы хотите изменить его атрибуты, вы хотите изменить параметры какие-то, например, вы хотите округлить все товары, убрать копейки, то вы вешаетесь на события, которые на обработку заказа. Если вы хотите поменять что-то в сторонних по отношению к магазину в сущностях, на какие-то там ERP-системы какие-то, да, внешние базы данных, текущая же база, но произвести какие-то изменения в соответствии с изменением заказа при его изменении конкретном сохранении, да, то вы вешаетесь на события сохранения заказа. Если вы сделаете как-то по-другому, да, то у вас в определенных обстоятельствах, если вдруг, допустим, вы повешаетесь на события обработки заказа, обсчета заказа, и будете менять внешние какие-то цифры, да, то есть заказ будет обрабатываться, но потом не произойдет сохранение по тем или иным причинам, то у вас во внешних системах изменения применятся, а у нас не применятся. Поэтому очень важно выбирать правильно то событие, на которое вешается. Теперь на как можно вешаться, на какие события можно. Можно практически на все вешаться, на что хотите. Например, на любое поле заказа, на любое поле любой сущности магазина, заказ, корзина, отгрузка, элементы отгрузки, оплата, свойства. У каждого поля есть события на его изменения, события, которые происходят до изменения поля, и в котором можно отменить это изменение, и события, которые происходят уже на само изменение, в котором это поле можно обсчитывать. Это для любой сущности, верно, для нового магазина. Соответственно, вы к любому полю можно достучаться и можно поддерживать его корректность или поддерживать его обсчет по тем правилам, которые вам нужны. Далее, после того, как поле изменилось, у нас в магазине запускается пересчет других полей, которые связаны с этим полем. Например, если изменился состав заказа, соответственно, мы должны пересчитать, посмотреть, что с отгрузками, что со стоимостью заказа получилось, что с оплатами получилось. И в конце вот этого телодвижения вызываются финальные события на финализацию уже вот этого вот обсчета. И если вам нужно не конкретное поле, а поддерживать какое-то консистентное состояние заказа, вы вешаетесь именно на это событие. Теперь про сохранение. Почти у каждой сущности есть события, которые вызываются именно при сохранении. То есть тогда, когда эта сущность фиксируется в базе. И именно на эти события вы должны подвешиваться, если вам необходимо произвести изменения во внешних по отношению к магазину, системах, каталогах или каких-то других сущностях. Ну, самое главное – это события на on sale order before saved, в котором вы можете отменить сохранение. То есть если что-то неправильно по вашей кастомной логике, то вы можете отменить сохранение этого заказа и выдать какую-то ошибку. И on sale order saved – это событие, которое возникает непосредственно при сохранении заказа как такового. Но у каждой сущности есть аналогичное событие, on имя сущности entity saved. То есть при сохранении конкретной сущности опять вызываются события, которые связаны с сохранением конкретной сущности. Если вам нужно не на весь заказ вешать, а только на оплаты, то есть при сохранении оплат, вы там, допустим, регистрируете их кроме магазина еще где-то. Соответственно, вы можете повесить на сохранение оплаты, проверять, поменялся ли статус на Y, то есть что оплачено оно, и, соответственно, где-то у себя регистрировать. Но есть и специфические события, которые происходят в момент сохранения, но регистрируются они технически заранее у нас. Это отмена, изменение статуса оплата, о которой я говорил, и изменение идентификатора отправления. Вы можете на них вешаться, а эти события реально происходят тоже. То есть они генерируются при изменении вами сущности в памяти, но реально вызываются при сохранении заказа. Поэтому если вы подвестись на эти события, то у вас будет консистентное состояние и вашей базы, и базы заказов. Для корзины есть специфические два события. Корзина может быть не привязана к заказу до того, как она оформляется. Это корзина просто пользователя. Соответственно, у нее есть специфические два события, которые вызываются, когда она не в заказе и не элемент заказа, а когда эта корзина просто корзина, которую пользователь еще не заказал. Да, коротенько я пробежался по событиям. Подробнее это будет либо документация, либо партнерская конференция. Сейчас у нас времени нету, поэтому очень коротенько, может быть, местами сумбурно. Я отрепетирую для партнерской конференции речь более обстоятельно. Теперь коротенько про платежные системы и службы доставки. Можно кастомизировать, можно добавлять свои платежные системы и службы доставки. Это можно было делать и раньше, но сейчас, так как у нас платежные системы и службы доставки объектно ориентированы, то вы можете добавлять свою систему не с нуля, а навесившись, наследовав наш класс и переопределив какое-то поведение. Соответственно, вам будет проще добавлять свои кастомные платежные системы. Либо, если вы хотите с нуля делать, вы вешаетесь на стандартные наши базовые классы. При этом интересно что? Интересно, что мы весь HTML, который платежные системы выдают на экран, мы его выделили в сущности подобные шаблонным компонентам, шаблоны платежных систем. То есть вот каждая платежная система, она может рисовать на экране какой-то HTML при оформлении заказа. Например, вывести кнопку «Перейти на оплату Яндекс.Деньгами» или вывести какую-то форму со счетом. И вот эта штука, она у нас сейчас выведена в шаблон, она не в самой платежной системе расположена, а в шаблоне. И этот шаблон может быть вынесен в шаблон сайта и кастомизирован, не меняя саму платежную систему. То есть имея в подключении нашу платежную систему, допустим, Яндекс.Деньги, вы можете кастомизировать шаблон, как это отображается для пользователя на экране, и иметь свое собственное отображение не кнопочкой, а ссылочкой или с каким-то текстом дополнительным, без кастомизации платежной системы, без кастомизации компонентов оформления заказа, то есть полной поддержкой совместимости и поддержкой всех наших обновлений. Можно здесь дополнить? Я просто кастомизацию эту штуку делал себе, и было бы удобно для простых клиентов, которые не очень хорошо разбираются в этой системе, было бы клево, если бы в платежной системе появилась кнопочка, что скопировать шаблон в шаблон сайта. Она бы вот как в наших стандартных компонентах, когда ты вызываешь через это, спросила, в какой шаблон, то есть в дефолт, либо в текущий, либо еще в какой-то, она бы его скопировала и сразу же подключила бы его, потому что сейчас это приходится внутри кода делать, это немножко неудобно, что-то... Нет, подключится он сам, внутри кода это не нужно делать, но скопировать, да, скопировать сейчас нужно просто через файловый менеджер скопировать шаблон, шаблон вот этого вот вывода платежной системы, шаблон сайта. Действительно можно сделать, чтобы это происходило, пугалочки, так же, как для компонентов. Я думаю, что к релизу мы это постараемся успеть, тогда даже не нужно будет выходить из формы редактирования платежной системы, просто нужно будет щелкнуть и посылочки потом открыть в файловом редакторе, опять же, стандартном, который у нас есть в продукте, и поменять шаблон вывода так, как вам нравится, так же, как шаблон компонента. Многие это кастомизацию тут делают, и у многих забирается к себе для кастомизации, забирается именно директория, связанная с шаблонами, и они ее там правят. Было бы удобно, она обновилась, туда попала, автоматически выгрузилась к ним в систему. Вот, аналогичная ситуация у нас со службой доставки, тоже они переехали на объект-ориентированные рельсы, соответственно, их можно наследовать. У нас из интересного, что есть событие на расчет стоимости доставки, то есть вы можете подвеситься на это событие и, соответственно, поменять стоимость по каким-то вашим правилам, не по стандартным правилам Битрикса, да, там какие-то там правила, а, соответственно, свои собственные. Вот, кстати, к вопросу о 10 рублей за каждый километр после МКАДа. В принципе, подвешившись на событие расчета стоимости, если вы знаете километраж, сколько доехать до места выгрузки, вы можете очень легко одной маленькой функцией добавить функционал, который будет добавлять в стоимости заказа еще и стоимость километража за МКАДа. В новой версии появилось понятие ограничений, то есть для каждой платежной системы службы доставки можно задавать ограничения, когда она действует и когда она не действует. Это ограничения могут быть, допустим, по местоположениям можно задавать, что вот эта вот служба доставки в этом местоположении действует, в других не действует, по стоимости заказа, по стоимости конкретной отгрузки, по весу, да, и в том числе можно добавлять свои собственные, по типу плательщика, кстати, да, в том числе можно задавать свои собственные ограничения создавать, Для этого нужно отнаследовать наши классы и подвеситься на события, которые эти ограничения регистрируют. То есть можно, допустим, добавить по времени, не знаю, по фазе луны ограничения. То есть при определенной фазе луны какие службы доставки недоступны. Можно совершенно кастомное делать. Но не обязательно по фазе луны, можно по времени. Многие службы доставки, например, недоставляют какие-то районы в определенные времена года. То есть наступил январь, все, мы туда не доставляем больше. И январь кончился, опять доставляем. Вот. И интересное, что вышло в службах доставки, это дополнительные пользовательские опции. То есть для службы доставки можно создавать какие-то опции. Например, данная служба доставки поддерживает красивое оформление заказа с бантиком, поддерживает доставку ростовой куклы. И при этом еще песня с днем рождения будет. Можно создавать такие опции, соответственно, клиент или менеджер при оформлении заказа сможет выбирать, что он хочет для данной платежной системы. И это будет подмешиваться в стоимость доставки. То есть стоимость доставки будет, соответственно, увеличиваться на заданное число рублей, долларов и так далее. И в том числе можно создавать свои собственные дополнительные опции, если стандартные вам не подходят, подвесившись тоже на специальное событие. И, наконец, был вопрос, да, про свойства заказа. Можно создавать свои собственные пользовательские типы свойств заказа, если вам не подходят стандартные. Для этого тоже есть соответствующие события и классы, на которые нужно подвеситься. Наверное, кратенько уже все, потому что время нас поджимает. На вопросы будем отвечать еще на какие-то вопросы. Давай посмотрим, какие вопросы. Возможно, там есть какие-то вопросы, потому что я очень голопом по Европам бежал. Более подробно постараемся отобразить как можно быстрее в документации. И на партнерской конференции, опять же, я постараюсь расширить и подробнее ответить, в том числе в кулуарах. Где и как можно будет узнать о выходе документации для программистов и вебинаров конференции на эту тему. Но есть несколько методов, как это узнать. Мы публикуем на нашем сайте, на dev.1sbittrex.ru. Публикуем в блоге Басыров, руководитель отдела документации, публикует, какая документация вышла за последний месяц. У него есть Twitter, в котором он публикует изменения в документации. И вот это даже надежнее, чем публикации в блоге. И постоянно любое изменение у него попадает в Twitter, он пишет, что изменение, вот ссылочка на это изменение и так далее. Вы можете так отслеживать документацию. Алексей, скорее всего, передаст им все данные, и они выпустят какой-то набор документов. Да, я сейчас готовлю все, что у нас есть, информацию, которая у нас есть, для того, чтобы они как можно быстрее оформили это в виде документации и выпустили. Я постараюсь это как можно быстрее сделать. Запись вебинара будет. Можно ли стоимость доставки привязать за счет маршрута в Яндекс.Картах? Ну, это опять-таки кастомизация, если вы подвеситесь на карты, это вот как раз о вопросе 50 рублей за каждый километр. Подвеситесь на карту и сделайте какую-то кастомизацию туда. Смотри, у нас в новом компоненте оформления заказа будет такой функционал, можно будет указывать на карте, где клиент расположен, он будет тыкать, чтобы его было проще найти. В принципе, мы можем подумать, не факт, что в первой версии, но в одной из версий посчитать расстояние и попробовать в одной из платежных систем предложить автоматический расчет. Но если вам вы ждать не можете, это можно сделать либо кастомным решением, соответственно, подвесившись на события необходимые, либо партнер может сделать. Как определить, что магазин уже сконвертирован? Еще раз, после конвертации магазина у вас появятся три типа документов. У вас будет документ сам заказ, у вас будет документ отгрузки и документ оплаты. Если у вас есть эти три типа документов, то у вас сконвертирован магазин на новую версию. Если у вас обыкновенно только один заказ и все делается внутри этого заказа и не разделяется никак на отдельные документы, то все, у вас магазин не сконвертированный. Да, еще раз напомню вам, что если у вас есть какие-то вопросы по конвертации, если у вас очень кастомизированный магазин, если у вас очень много там каких-то нюансов, вы думаете, или у вас есть какие-то другие сложности, не стесняйтесь, обращайтесь, можно до конвертации обращаться, чтобы спросить, какие могут быть подводные камни в вашем случае конкретно. Мы постараемся всем рассказать, объяснить. Не забывайте про резервные копии. Будем завершаться. Было бы интересно узнать, был ли вам полезен вебинар, узнать какое-то ваше мнение о вебинаре. Вы можете просто поставить от 0 до 10, насколько вам был интересен и полезен вебинар. Можете написать немножко комментариев о пользе этого вебинара и, как всегда, в вкладочку questions ее написать. Если у вас есть идеи, пожалуйста, пишите их на сайт идеи. Это идея.1sbitrix.ru. Урл указан на сайте. Я отслеживаю, мой отдел отслеживает идеи на этом сайте. Я поставляю комментарии, если эта идея интересна, заинтересовала большое количество людей. Мы стараемся внедрять основные идеи внутрь продукта. Старайтесь выпускать идеи или как бы публиковать идеи по тем вещам, которые идут в данный момент разработка. Вот в данный момент Алексей как раз с ребятами разрабатывает и заканчивает разработку управления заказами. Если ваши идеи связаны с управлением заказами, связаны с доставками и оплатами, то если вы быстрее опубликуете какие-то идеи, очень высок шанс, что эти идеи будут реализованы. Потому что если они уйдут от этого функционала в другую сторону, то возврат к этому функционалу может быть достаточно долгий. Вы будете обижаться, что мы не… Компонент оформления заказа, корзина. Кстати, вот в новой версии вернется возможность по флажку отключать автоматический пересчет корзины и делать его ручным по кнопочке для оптовиков. Это можно будет включить и выключить, как вам удобно. Хотите так, хотите так. Вот это тоже была идея, она реализована, и вы свои идеи публикуете. Будем стараться реализовывать все, что вы пишете в вопросах, в комментариях. Мы это будем стараться учитывать. Спасибо всем за то, что вы присутствовали на нашем вебинаре. Ждем от вас какие-то комментарии. Большое спасибо. До новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok